Девушки отдыхают В частности, поднимите руку, кто первый раз сегодня? Кто первый раз? А мы первый раз. Кто еще никогда не волнует? Все, да? Раз, два, три. Вот сегодня все для вас, собственно говоря, для тех, кто первый раз. Это ваша для вас информация, для вас весь концепт, как мы говорим. Надеемся, что мы будем вам полезны. Итак, самая главная задача наша – показать сегодня, чем мы можем вам быть полезны. Показать вам, рассказывать вам о том, что является причиной различных нарушений, объяснить. И рассказать о способе, что можно сделать, кстати. Потому что просто запугать причинами – это очень эффективно. Но если не рассказать о том, что с этим делать, то это очень депрессивно. На самом деле нету неизлечимых болезней, есть неизлечимые люди. Вы знаете об этом, да? Болезни неизлечимых есть, а вот люди есть. Это сто процентов. Итак, всего пять факторов, как я люблю говорить, вы должны знать, что всего лишь пять факторов есть, которые являются составляющими здоровья. Первый фактор какой? Мышление. Мышление, друзья. Самый первый фактор – это мышление. Позитив или негатив, да? Второй фактор – движение. То есть ни один препарат за вас двигаться не будет, и надо четко понимать. Третий фактор – это дыхание. Он тесно связан с движением. И четвертый, пятый фактор – это вода и еда. На сегодняшний день много-много людей, я думал, мало, но на сегодняшний день много людей, практически еще 80% людей находятся в невежестве, в заблуждении. Они ходят лечиться, они лечат симптомы, они пытаются вылечить какие-то локальные взятые органы или систему органов. Пир, таблетки – это не болит, то есть не болит голова, не болит живот. И при этом разочарованно, не могут понять, чем дело. 12 лет проходит, они ничего не могут решить. В частности, это касается тех тем, которые мы сегодня случили. Особенно это касается детей, тема бесплодия. Многие пары, по нашему опыту, до 7, 10, 12 лет проходят терапию интенсивную, которую предлагают в различных клиниках, и при этом не могут добиться никакого результата. Они пробуют искусственное благотворение и тому подобные штуки. И это все не помогает. Вопрос, почему? Процедура ведь довольно дорогостоящая, правда? Такие процедуры стоят очень больших денег. Эффект от этих процедур, как правило, нулевой. Почему? Потому что, опять-таки, пытаются идти не с того конца. То есть решают не то, что можно решить вначале. Как я сказал, у человека основные 5 причин. А если быть еще гораздо точнее, то все эти 5 причин влияют на всего 2 составляющие. У человека есть самый главный процесс. В жизни, который он должен всегда поддерживать. Это гомеостаз, да? Или окислительно-восстановительный потенциал нашего тела. То есть мы всегда с вами, что бы мы с вами ни делали, запомните. Что бы мы ни ели, что бы мы ни ели, как бы мы ни двигались, мы влияем на самую главную составляющую. Мы либо получаем энергию, либо затрачиваем. Правильно? От количества затраченной энергии и количества полученной энергии зависит продолжительность нашей жизни. Если взять человека и сравнить его с батарейкой, то приблизительная ситуация будет такова. При рождении потенциал клетки человека равняется приблизительно... Ну, так, ну, возьмем 50 миль вольт. Заряд клетки. 50 миль вольт. Ребенок, который рождается, это заряженная батарейка. Он двигается, он активный, он не сидит на месте, он не может усидеть, он все время ему хочется... Он нас достает. Особенно тех, у кого батарейка подсела. Потому что это разряженная батарейка, ей уже ничего не хочется. Она спит с хулиями, ей не хочется лишних шума, раздражителей. Правда? А тут одна скачет, бегает, прыгает, у нее избыток энергии. Поэтому одна из причин, почему бабушкам с внукам лучше, чем родителям с детьми. Иногда. Почему, понимаете, да? У тех недостаток энергии, а у тех избыток. Они компенсируют друг друга очень часто. Поэтому вся борьба в жизни, это борьба за энергию, другим. Мы расходуем и получаем. Так вот, что влияет на расход, а что влияет на заряд? Вы должны запомнить это. Почему я сказал пять причин? В этих пяти причинах кроются те факторы, которые влияют на этот заряд. То есть будем ли мы заряжаться или разряжаться. Именно от скорости, как быстро вы разряжаете свою батарейку, будут зависеть все заболевания, которые вы получаете. Защита вашей иммунной системы. Именно от этого будет зависеть, сколько вы проживете. Если вы расходуете заряд слишком интенсивно и не предпринимаете никаких усилий, чтобы обеспечить условия восстановления для заряда, то, естественно, смерть наступит быстрее. То есть заряд кончится быстрее. Если уже его поддерживаете, будет наоборот. Легко доказать на примере, вы сами можете посмотреть многие на своих сверстников. У всех возраст паспортный один, а выглядит все по-разному. У кого-то батареечка явно подсела, а у кого-то батареечка еще получше, чем 20 лет назад. Замечали такие факторы? Да или нет? Есть такой момент в жизни? Так вот, смотрите, что влияет? В первую очередь нужно понимать, что на состояние клеток, на их заряд будет влиять вода, в которой они находятся. Как вы считаете? Так вот, дельная проводимость воды, друзья. И заряд воды колоссально влияет на потенциал восстановления. То есть для того, чтобы восстанавливать количество потраченной энергии, мы должны с вами употреблять воду и продукты питания, которые нам эти электроны дают. В основном мы их очень интенсивно теряем. В городских условиях человек теряет электроны в 4-5 раз быстрее, чем человек, живущий в сельской местности. Там они умудряются терять их по другим причинам. Но они добавляют в другую разрядку электронов. Поэтому не так живут долго, как и все недолго живут. Причина почему? Они в село перенесли традиционный образ жизни из города. И это одна из причин, почему рамы отмирают. Что мы делаем не так? В первую очередь мы потерялись, утратили самое главное. Мы утратили воду, которая способна восстанавливать нас. Вода должна иметь окислительно-восстановительный потенциал в цифрах, который измеряется и равен ближе к минусу. То есть минус. Это определяет количество электронов, которые мы способны получить из этой воды. И чем ниже заряд, то есть чем больше заряд минус в воде, тем больше электронов она нам несет. Есть интересная табличка у нас, кто захочет, может посмотреть, сколько электронов содержится в воде с определенным показателем. Минус 50, минус 100, минус 200, минус 300. Пока доверяется на слово, вы должны понимать, что заряд клетки равен. Потенциал клетки 50 милю вольт, а межклеточная жидкость имеет тоже заряд электронов. Если померить ОВП, это будет минус 150, минус 50. Все жидкости, которые мы с вами употребляем, должны иметь тоже заряд минус. Норма, санстанция даже установлена, не больше плюс 60. Заметьте, те причины, которые я вам сейчас объясняю, вы многие из вас даже не слышали вообще. То есть многие не понимают даже какое-то отношение имеет правду к здоровью. Ведь когда вы ходили к врачу по проблемам, зачастую вам это никто не рассказывал. Вам рассказывали все, что угодно, но не об этом. Правда? Вам рассказывали очень много вещей, связанных там, рассказывали схему, что пить. Как правило, вам послушать 20 минут, написали, что пить, и отправили домой. Не помогло, мы напишем другой список. Вот это весь характер лечения. Правда? Или я ошибаюсь? Различные институты применяются? Бывает по-разному. Но основа традиционной медицины сейчас такова. Если вам делают по-разному, то, как правило, это человек уже думающий. Он, как правило, смотрит уже не только со стороны традиционной медицины. Правда? Есть ли врачи? Кто врач? А? Есть. Ну, вы должны четко понимать. У традиционной медицины есть один подход, у нетрадиционной медицины другой подход. Но основа здоровья от этого не меняется. Как бы вы ни назвали медицину, те факторы, о которых я говорю, они не меняются абсолютно. Итак, самое главное. Заряд клетки. Влияние на клетку. Что мы с вами можем делать? Мы можем либо заряжать, либо разряжать аккумулятор. Таким образом, вода. В первую очередь, первый фактор вода. Вода, которую мы пьем, на данный момент в городе Чернигове, имеет заряд плюс 180. Мы можем по приборам показать, или... В принципе, да. Сделай, пожалуйста. Вот этот прибор, вокументах, чтобы... Ну, там вода... Вода набрана, да? С кувшиной. Откуда вода? Да, да, да. Из кувшины, да? С кувшиной. Ну, это фильтр, вот, типа, барьера, квафор. То есть, постоит плюс 164. Оно, в принципе, уже... То есть, минуса вы здесь не наблюдаете, да? Какой показатель будет? 164, да? Ну, в этих пределах оно будет колебаться. Друзья, такая вода, в принципе, она может быть очищенная, она может быть отфильтрованная. Но такая вода является проблемой для организма. То есть, в принципе, эта вода, грубо говоря, она не дозаряжает плитку. То есть, она вам и не даст она. Мало того, свои функции, как вода, она будет не так выполнять, как та вода, которая является живой. В природе не существует воды, которая бы... Вот в природных, естественных условиях вода живая. Почему очень легко померить? Если померить источники, которые считаются целебными, эти источники все волокимин заряд минус. Я проверял. То есть, если мы померим источники в живой среде, к примеру, в поселении Бушан, что под Винницей, в Гайдаматском миру есть один источник. Заряд его минус 50 милливольт. Рядом люди берут воду из источника поближе, он открытый. Заряд плюс 70 милливольт. То есть, разница очень большая. Люди думают, что они берут более-менее нормальную воду, хотя она гораздо лучше, чем городская. А вот в источник настоящий мало кто приходит. А заряд именно там минус 50. То есть, та вода, если ее действительно пить регулярно, будет оказывать очень интересный целебный эффект. Самое интересное заключается в следующем. Что если мы с вами поменяем всего лишь один фактор воды, то мы повлияем на 90% всех заболеваний в организме. То есть, если влиять на воду, то уже можно исключить целый ряд заболеваний, которые в принципе не могут быть у человека, которые не обезвожены. Одна из первых причин – это обезвоживание и некачественная вода. То есть, вода, которая нас разряжает. Примеры заболеваний очень легко доказать. Гипертония – это одно из заболеваний, которое вызвано обезвоживанием. Артрит – одно из заболеваний, вызвано обезвоживанием. Почему? Очень часто мы сталкиваемся с проблемой. Густая кровь, закисление. Да? Ребята, ну что происходит? Что такое густая кровь? Что такое закисление? Это в первую очередь нарушение гаеностаза и отсутствие в рационе человека жидкостей, имеющих отрицательный заряд, и живой пищи, содержащей ферменты. То есть, если человек, если он вареную, жареную пищу, пьет газированную воду, то есть, пьет напитки, но не пьет воду, его кровь по определению будет густая. И какой бы мы препарат ни применяли с вами, это не поможет. Никакие разжижатели крови, кроме воды, лучше воды кровь не разжижают. Лучше воды разжижает кровь только вода и живая еда. То, что я говорю, это проверено годами. Это не моя выдумка, это информация, это научные исследования, которые были родились еще сотни лет назад. На сегодняшний день не все о них помнят. Итак, первый фактор. Если мы меняем один показатель. Первый. Вода. Вода должна иметь отрицательный заряд. Может, возьми креугольник? Возьми креугольник. То есть, она должна иметь электроны, она должна нас заряжать. Итак, первый фактор – это вода. Поэтому в клубе у нас основным продуктом на сегодняшний день является коралл самбур. То есть, коралл, который позволяет нам изменять заряд воды, в первую очередь. Многие, кто слышали о кораллах, часто я слышу такой бред, когда говорят, да, он не насыщает кальцием, коралловый кальций. И говорят, ребята, о чем вы говорите? Это как кальций идет речь. Да, там есть количество следовых элементов, макроэлементов в воде, он действительно ее обогащает минерально. Но его основная задача состоит не в этом. Основная задача коралла самбур – это изменение заряда воды. То есть, что он делает? Он делает воду бедоступной. То есть, благодаря тому, что вы пьете эту воду, вы, в принципе, из рациона, из пищи, начинаете усваивать больше макроэлементов. Потому что у вас, элементарно, за счет того, что количество воды увеличивается, вы начинаете лучше усваивать пищу по причине гидролиза. То есть, разложение более сложных веществ, но более простых, при помощи воды. Если вы не допиваете, вы всегда вмен веществ наружу. Если вы не допиваете, вы всегда переедаете. Это аксиома, это закономерно. Почему? Если, потому что мы привыкли получать энергию, то есть, вот эти электроны от еды. Заметьте, у нас привычка пополнения энергии – это пища. Мы даже не учитываем факт, что мы посидели в душном помещении, нам не хватило кислорода, мы не допили воды, мы потеряли энергию, мы пришли домой, что сделали? Поели. Сразу поели. Вместо того, чтобы дать электроны, мы закислились еще больше. Вместо того, чтобы пойти на свежий воздух, прогуляться, выпить пару стаканов чистой воды, подышать, съесть апельсин свежий, мы зашли домой, картошечку с яичком довернули, пельмешками, повернули на ночь. Потом спасательный круг растет, сердце колотится, кровь густая, давление, к врачу побежал за таблеткой. Очень просто. Если мы с вами вместо пищи потребляем слизь, если мы вместо воды потребляем помои, то простите, о каком здоровье может сверечь? Куча диагнозов, которые у нас на сегодняшний день имеют место быть, это всего лишь навсего констатация фактов закисления и отравления организма. Все. Холецистит, банкреатит, гастродиоденид, анит, разные ниты, хризмы и тому подобные вещи, это всего навсего закисление и загрязнение. Вторым фактором, как только вы закислили организм, то есть не допили воды, закислили организм, если вы поели не той пищи, которая не содержит ферментов, в кислой среде, там, где доминируют гнилостные бактерии, это естественная среда обитания плечу. То есть, понятно, что чем еда больше гниет, если еда это гниет, то там, естественно, доминирует гнилостная флора, то есть гнилостные бактерии, которые не способствуют синтезу витаминов и билдов. Происходит просто процессы брожения и гниения. К сожалению, ни один продукт, который обработан термически, живыми свойствами не обладает. Это надо четко понимать. То есть, о том, что он несет полезные макро-микроэлементы. Микроэлементы, может быть, какие-то, да, элементы он несет. Но витамины, ферменты, нет. Там нет ферментов. Мало того, там нет уже нормальных витаминов. Они разрушены. Термические обработки. Человек каждый день должен получать огромное количество минералов, витаминов, микро-макроэлементов. Но для того, чтобы их получить, он должен съедать огромное количество, огромные порции пищи. Причем такой. Живой, растительной, которая хорошо сама себя переваривает. То есть, которая прекрасно проходит процесс алтолиза. Что такое алтолиз, да? Это процесс, где происходит процесс пищеварения в желудке за счет ферментов, содержащихся в самой пище. Понимаете, да? Это не нагружает поджелудочную железу, это не перегружает систему пищеварения. А если он вообще не ест, извиняюсь. Если он вообще не ест, по какой причине? Ему не хочется есть? Ну да. Если человеку не хочется есть, нарушение аппетита, это же опять надо смотреть процессы, связанные с гнилостными бактериями. То есть, как правило, наличие паразитов тех или иных приводит к отсутствию аппетита. То есть, человека надо в любом случае чистить. Если у него или пониженный аппетит, или повышенный. Это же простудно. А чем чистить? Ну вот сейчас мы об этом дойдем. Сейчас по порядку. Мы сегодня об этом будем говорить. Как чистить, что менять? Сейчас закончим только первый блок и пойдем как... к основанию, что делать. Как я сказал, первый фактор из-за закисления. Первый фактор это жидкость. То есть, вода. Замена воды на жидкости. Любой человек, который заменил воду на жидкости, имеет проблемы. Почему? В жидкостях, в которых что-либо растворено, они уже сами не выполняют функцию растворителя. Понятно, да? Они уже являются носителем, но не растворителем. Вода, в которой что-либо есть, она носитель, но не растворитель. Она может вам привнести какие-то элементы, но ни в коем случае не вывести из вас. Поэтому проблема, номер один, это замена воды жидкостями. Именно по этой причине, когда в душ идете, открываете кран, оттуда кофе пойдет, будет неприятно, правда? Помыться не получится. Помыться не получится, потому что водичка не снята. Она уже кластер водички заполнен, она вам даст, но не заберет. Именно поэтому чистую воду вы ничем не можете изменить. Когда вы пьете минимальное количество воды, это полтора литра. Почему полтора литра мочи из вас уходит ежедневно? Это физиологическая константа. Полтора литра мочи вы выведите в любом случае. Поэтому полтора литра мочи, если мы выводим, мы должны как минимум полтора литра воды пополнить. Это должна быть аксиома. И первый фактор. Те люди, которые вводили в рацион нормальную воду, замечали, что уже за первые дни бывает у человека, который имеет проблему отеки, уходит отек. Человек, который имел боли, уходит от боли. Человек, у которого были запоры, он чувствует, что у него кишечник нормализуется. Это первые симптомы. Головной боли тоже меньше. Итак, вода. Вторым фактором еда. То есть, как я сказал, из еды мы с вами не можем получить макро-микроэлементы в должном количестве, по причине, что она термически обработана, и по причине того, что мы с вами живем в условиях, где мы не двигаемся с вами столько, чтобы съесть столько количества пищи, чтобы пополнить ежедневную, суточную норму тех же витаминов, макро-микроэлементов. Именно по этой причине в свое время было обращено внимание на создание БАД, то есть биологических активных добавок, выдержав из растений концентратов витаминов, минералов, питательных вещей, чтобы добавить их в рацион. Это особенно касалось городских жителей. БАД – это система выживания для людей в городе. И при помощи БАД можно исцелить целый ряд заболеваний, которые, ну элементарно, в традиционной медицине не могут решить по причине той, что, простите, если у вас болит голова, то она у вас болит не от дефицита цитромона, когда вы глотаете, правильно, в организме. У вас болит голова по какой-то причине другой. Если вы глотаете при этом цитромон, то, простите, как минимум вы не вьете в причину. Вы просто решаете следствие. Вы отключаете датчик. Опа, не работает, класс. Также в машине можно обрезать проводки. Чтобы она давление масла не показывала. Нормально, я поедем. Правильно? Никто же этого не делает. Поэтому что мы с вами делаем? Меняем воду, меняем питание. То есть наша задача, что мы сегодня за системой будем говорить? Система 90 дней, которую я буду сегодня раскрывать, это, в первую очередь, вы должны понимать, что БАД – это система питания. То есть Коралловый Клуб, как и многие компании, представляет ряд БАД, хороших по качеству, которые я проверил за 10-11 лет, которые действительно могут улучшить, решить проблему питания. То есть дефицит определенных веществ в рационе. Но также у компании есть интересная фишка, которая является, я считаю, нашей, ну, как я не помню, это знание и способ системы очищения организма. Потому что питать что-либо, его не почистим, это, в принципе, неверно. Потому что вследствие уже предыдущего обезвоживания, неправильного питания, мы, как правило, имеем проблемы. То есть мы имеем нарушение кровообращения, в целом ряде органов, застой. Мы имеем непроходимости определенные, да? Застоят только лимфы. Это тотамия, вследствие малой подвижности, малоподвижного процесса жизни. И поэтому, если мы начнем питать человека, грубо говоря, грязного, в котором полно паразитов, грибков, и необъяснимому основы, чего он должен есть, а чего не должен есть, то, в принципе, любой эффект будет временным. И мне смешно, когда некоторые люди говорят, я пролечился в коралловых зубах. Простите, на расстоянии тому, что я прокакался в туалете сегодня. Потому что рацион питания, мы же не говорим, что я проел курс пельменей. Ребята, хотя это было бы точнее, или пропил курс пива, например. Заметьте, никто так не говорит, но когда говорят о БАДах или о воде, говорят, я пропил коралловую воду. Я говорю, парень, если нет нормальной воды, и ты пьешь гадость, то ты попил нормальной воды. Это равносильно, что ты подышал горным воздухом и вернулся в город. Задача какова? Моя задача показать вам в системе 90 дней, что гораздо дешевле, это правда. Использовать БАД, использовать воду нормальную, чем питаться дрянью из супермаркета. Почему? Друзья, все болезни, которые мы имеем, мы купили за собственные деньги. Говорят, я не хочу покупать БАД. Не проблема, можешь и не покупать, но ты все равно пойдешь в магазин и купишь что-то для того, чтобы питать свою клетку. Разница в том, что в том, что ты купишь, не будет макро-микроэлементов. Там будет калорий, там будут насыщенные жирные кислоты, насыщенные жиры, там будет глютен, то есть большое количество муки, сахаров, которые не усваиваются, соли, а вот даже не соли, а глутамата натрия, который в десятки раз активнее, чем соль, то есть усилитель вкуса, и вяжет водичку в организме хорошо. То есть ты это все равно купишь. Ты понесешь и купишь это. Но самое смешное, что именно от этого ты и болеешь. Тот человек, который имеет проблему со здоровьем, он ее покупает. Ребята, проблема со здоровьем, она регулярно покупается. Если она у нас есть, то мы ее поддерживаем. Если мы хронически больные, значит мы хронически поддерживаем. Друзья мои, если бы не было, если бы ничего не покупали, мы бы умерли просто. Каждый человек, поверьте, даже самый маломальский, бедный человек, что-то покупает, правильно, что-то ест. Если человек что-то ест, значит он, это питание, и все равно есть варианты. Для самого пустого кошелька, для самого полного кошелька, всегда есть варианты. Что можно делать, а что нет. Моя задача это показать. Итак, вследствие того, что неправильное питание, закисление полно паразитов. Первый фактор это очищение. То есть мы должны провести комплексную чистку организма. Что мне нравится, что у нас есть система, которая позволяет действительно комплексно подойти к этому вопросу. То есть мы не делаем закидку паразитов. Мы сначала проводим процедуру очищения. И мало того, любая даже процедура очищения, она должна проходить подготовку. То есть вы не можете сразу взять систему очистки коловады, к примеру. У нас есть система очистки коловады. Я часто слышал, даже в интернете видел, я прошла коловаду 14 дней, и я нигде не слышал, что я подготовилась, мне расписали. Она прошла. То есть ей кто-то продал коробку коловады. Ребята, мы так не работаем. Здесь продавцы, здесь не должно быть продавцов, здесь продавцы не нужны. Здесь не надо продавать коробку коловады, это бред. Вы должны дать человеку набор знаний. И то, что мы вам даем, это знание и понимание. Если вы получаете понимание, тогда вы получите здоровье. Если вы получаете просто коробку, вы получили просто коробку. Понимаете, да? То есть человек, который получил в руки кувалду, даже с самого высшего качества, не стал кузнецом. Этой кувалдой может отбить себе голову и ноги, если его просто элементарно не получат навык, не научат, как ее бить. И для этого есть наши консультанты, профессионалы, те, кто вас приглашает. У каждого, те, кто вас пригласил, есть рядом, если не он, то кто-то выше, кто профиль. то вам может определенно объяснить. Итак, у нас есть система, которую мы называем «система 90 дней». Из чего она состоит? Да, почему 90 дней, кстати? 90 дней, это потому, что я называю 90 дней по одной простой причине. Давайте вопросы потом, хорошо? Я закончу, а вы запомните вопросы, потом в конце я обещаю вам, я выделю целых полчаса, вы зададите вопросы, я на все отвечу. После запомните, хорошо? Сделаем таким образом. Я вам распишу все поэтапно, как я делал на протяжении уже 10 лет, 11 лет, благодаря чему я получал потрясающий результат. На сегодняшний день я могу смело сказать, что у меня сотни, сотни детей, которые на сегодняшний день сдавали благодаря этой системе. У меня сотни женщин, то есть семейных партийцев в целом, которые имеют детей благодаря этой системе, которых бы не было, если бы мы не встретились все время. Поэтому то, что я вам говорю, я имею право говорить, то, что я имею еще кучу документального подтверждения того, что я говорю. У меня есть анализы, выводы, сводки, просто не буду вас этим грузить. Кому будет интересно, вы с живыми людьми сможете пообщаться, кто это делал. Даже сегодня кое-кого попросим. У нас есть. Итак, первый этап. Что нужно знать по системе 90 дней? Почему система 90 дней? Потому что я стараюсь каждого человека, который приходит, для того, чтобы что-то в организме начало меняться, нужно хотя бы одну систему поменять у человека. То есть, грубо говоря, переродить. Как правило, отлетки крови меняются в 124 дня. 90 дней это тот период, за который многие системы на клеточном уровне уже пройдут обновления. То есть, вы почувствуете себя другим до того, как вы были. И через 90 дней вы будете абсолютно другим человеком. Даже если вы просто побьете воду в течение 90 дней, вы уже увидите разницу. Ну, а если вы в течение 90 дней сделаете систему, в которой я говорю, вы почувствуете разницу колоссальную. Мало того, не просто вы ее почувствуете, вам будут говорить знакомые, что они видят по вам, что вы ее прошли. То есть, они будут говорить, что ты делаешь. Это видно по человеку. Сразу видно. Итак, первый этап. Карандаши заполистованы. Не пишут. Итак, первая часть. Первая часть системы я называю подготовкой. Подготовкой к глубокому ощущению. Какая цель подготовки? Как я сказал, в средстве обезвоживания и выкармливания большого количества патогенной флоры, а также наличие огромного количества слизи и недопереваренных остатков пищи в организме, нам нужно убрать эти последствия. Что мы должны сделать? Мы должны дать ряд препаратов, которые работают у нас на подготовке как средства, которые помогут нам избавиться от остатков непереваренной пищи, убрать агрессию вирусов, грибков, бактерий, паразитов. Другие препараты у нас есть. Они натуральные, можно назвать их словно, потому что это, в принципе, аналоги натуральной и природной антибиотики. Какие? Ну, в первую очередь, это вода. То есть, коралловая вода в объеме полтора литра. Почему коралловая вода? Потому что коралловая вода способна сделать, изменить, реально изменить заряд воды. То есть, вот этот показатель, который сейчас есть, коралловая вода даже на полтора литра способна сделать до минус 50. Кто у нас первый раз? Я. Подойдите ближе, чтобы вы могли посмотреть. Саша, есть у вас? У меня даже есть свой. Смотрите, здесь я с собой всегда ношу, как я говорю, это моделятор нормальной воды. И мы уже, Бог знает, сколько времени, может, месяца два или три он открыт и лежит этот пакет. То есть, я его использую просто в случае дороги. Коралл тем лучше, чем он свежеет. ионы или электроны он отдает так же, если вы его оставите открыт, он будет выветриваться. Поэтому лучше, если вы открыли, максимально использовать. Вот открыли пакет на 10 дней, да? Используйте его за 10 дней. Видите показатель, да? Сколько? 170. Минус есть там в начале? Минуса нет, да? Минуса нет. Плюс. Я добавляю сюда молотый песочек коралла. Надо немножко может размешать, чтобы... Нет, пусть стоит, ради бога. Быстрее пошло. Надо не размешать, этому... Просто сам пакет уже ему, уже, ну я говорю, месяца три. Поэтому мы посмотрим, сколько трехмесячных даже открытых действует. У нас есть свежих. Потихоньку уменьшается, уменьшается. Ну смотрите. Ну, чтобы быстрее было. Сколько? Ребят, спереди какой показатель стоит? Минус 163, минус 165. Ребят, этому пакету три месяца. Он, по идее, уже половину выветрившийся. Минус, да. Свежий коралл дает минус 350. Заряд. Чтобы вы знали, один из важнейших факторов, который мало кто знает. Если вода имеет биологическую активность минус 150, минус 200, то потребление такой воды может легко помочь справиться с любым простудным заболеванием или вирусным заболеванием. То есть, разрываете пакет, если вы заболеваете. То есть, вы чувствуете, что заболеваете вирусными, простудой, неважно что. Разрываете пакет, насыпаете на язык и запиваете стаканом двумя теплой водой. Делайте так несколько раз, если есть необходимость. И вы увидите, какой будет пакет. Что такое простуда, нужно ли ее лечить. Да? Один из важных факторов, почему я говорю вам об очистке, сейчас мы дальше продолжим по системе. Вот вам я просто показал, каким образом работает вода. Почему я вам говорю, что почему эту воду, почему эту, а не другую, да? То есть, такая вода однозначно для организма очень хороша. Она легко усваивается, она бедоступна, она несет много микроэлементов, меняет структуру. И вы получите эффект. Даже на этой воде вы увидите разницу. Главное, чтобы туалет был поближе. По-маленькому, но очень быстро. Эта водичка очень быстро начиняет сейчас. Кто проходил, знает, да? Итак, коралловая вода в объеме полтора литра. Саша, нет нормальных ломастеров? Может, второй красный. Итак, коралловая вода в объеме полтора литра. Минимум, да? Для начала. Дальше идет набор спонтактный. Как я говорю, противоплепковых, противопаразитарных продуктов. Какие? Каллоидное серебро. Каллоидное серебро. Активность серебра против вирусов бактерий и грибов уже давно известна. Это не первое. Сегодня, это не сегодня открыто, да? Каллоидное серебро способно воздействовать на 650 видов различных стамб. В отличие от антибиотика, который в среднем берет 9-12 его активность. Мало того, серебро не вызывает привыкания, не адаптивует иммунную систему патогенной хлорокиму. К минералу не вырабатывается иммунитет, что очень важно. И оно не вредит человеку. В малых дозах оно легко выводится из-за жили. То серебро, которое мы используем, там доза очень, там очень мельчайшая частица серебра, буквально гомеопатический препарат. Эффект его очень сильный. То есть, кто применял, знает. Каллоидное серебро используем по одной чайной ложке утром и вечером два раза. Причем серебро использовать нужно интересно. Вы берете его на кощак под язык и смешиваете со слюной, чтобы он лучше использовался. Смешиваете со слюной и держите под языком. Затем следующий препарат это кора муравийного дерева. Кора муравийного дерева это очень легендарный препарат. О нем очень много чего известно. О нем очень много статьи в интернете. Вы о нем можете очень много чего прочесть. Оно есть не только у наших компаний, но в частности по качеству нашего продукта вам уже смело говорит, что мы его проверили уже на сотни, на тысячи людей. Как это работает и на себе в первую очередь. Используем его я рекомендую средней дозировкой это по две капсулы три раза. Чем хорош продукт? Тем, что он работает против грибов. То есть основная его функция это он великолепный противогрибковый препарат. Само дерево по себе кора муравийного дерева отличается тем, что его не поражают никакие грибы. На нем не живет ничто. Мало того, это дерево, которое произрастает в Южной Америке. То есть активность различных паразитов там довольно высокая. И это дерево способно противостоять еще целому ряду паразитов, которые на сегодняшний день играются специфическими. И у нас они кстати присутствуют. Его эффективность доказана уже неоднократно была доказана при шестосоме. То есть шестосоматоз. На сегодняшний день заболевание имеет место быть, а вот препарат, которые с ним справляются практически нет. А шестосома это, чтобы вы понимали, это практически все заболевания по-женски можно предполагать на вещи шестосома. Особенно эндометриоз и тому подобные вещи. Поэтому кора муравийного дерева. Женщины его очень любят, потому что по-женски это продукт великолепно работает. При воспалениях яичников и вообще при любых женских проблемах вы его прекрасно почувствуете, если подъёте. Но про молочницу говорить не надо. Это сегодня кандидо-альбиканс процветает и здравствует. Наше питание и супермаркеты способствуют для того, чтобы мы его поддерживали. Придует очень сладкое, но об этом чуть позже. Именно поэтому мы используем кора муравийного дерева. Для того, чтобы подавить. И также оно великолепно подавляет активность целый ряд паразитов. То есть, в частности, лямблей. Тоже на противостритах. Следующий продукт, который мы используем, это лист чёрного ореха или набор трав номер С. Я не могу ещё написать. Ищем фломастик. Может, чёрный кинем? Ну, давай. Может, заканчай как-то. Ну, вот это всё, что есть. Может, ещё что-то. Можно писать L-ЧО, лист чёрного ореха. Тоже рекомендуемая додозировка, оптимальная. Но я рекомендую, допустим, две капсулы или две таблетки два раза. У нас в сегодняшний день есть лист чёрного ореха с полынью. То есть, его активность. Полынь, вы знаете все сами, не надо говорить об этом. Это горечи, да травы, которые обладают и желчегонным эффектом и великолепным противопаразитарным эффектом. Листь чёрного ореха, в частности, помимо того, что великолепно действует на круглых паразитах круглых червей и лямблей, особенно при лямблеозе очень хорошо показано, он ещё обладает хорошим ранозаживляющим свойствами. Также лист чёрного ореха богат витамином С. Витамина С в нем 8 раз больше, чем в чёрной смородине. То есть, его в первую очередь использовали как профилактика витаминоза. А побочный эффект он работает против паразитов. Абсолютно безопасный натуральный продукт. Листь чёрного ореха. Следующий продукт, который мы используем, это лицетин. 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 Вот этот весь комплекс я пишу, он принимается одновременно. То есть, никакого вреда в этом нет, только одно только усилив другое. В чём приятность? Вы можете всё это как написано по дозировке, взяли, не выпили, запили коралловой валичкой за 20 минут репить. Очень эффективно. О питании чуть позже скажем, потому что на первом этапе мы уже будем менять расход питания. Лицетин. Я рекомендую оптимально для начала. Одна капсула три раза. Дозировка лицетина может быть в принципе увеличена, никакой опасности в этом нет, особенно если имеются проблемы с нервной системой. То есть, первые симптомы, когда власть начинает дергаться. Или моргаем вот так вот всей глазницей. А? Заикание. Заикание, совершенно верно. Почему? Потому что, что такое лицетин? Из лицетина состоят оболочки сосудов головного мозга и нервных окончаний. Грубо говоря, лицетин это изоляция на проводе. Когда провод оголяется, начинается замыкание, не контакт. Так вот, из лицетина еще сосудов мозга состоит на 60%. И печень, кстати, тоже. Продукт просто обалденный, мой мой любимый продукт, который можно потреблять ежедневно. Потому что это в принципе должно входить в рацион питания. Ежедневно мы должны получать большое количество лицетина. Почему? Он способствует доусвоению и расщеплению жиров. Великолепно решает такую проблему, как дискинезия с желчных путей. Многие, кто пили, знают, что дискинезия на лицетине уходит великолепно. Особенно при лембриозах и поражениях желчных протоков. Его надо применять в тандемии. Почему? Видите, этот комплекс, как разработан? Это все грамотно, одно способствует другому. А как его разводить? Сейчас я расскажу. Его не надо разводить, он капсульный. Он пьется в капсуле, глотается. Комплекс почему дается? У каждого человека практически, даже кого-то, кого обследовали, кто сам обследовался, всегда находится... Без паразитов я людей не видел пока еще. Ну, разве что сыроедов и некоторых легетарианцев. Я видел, у них нет паразитов. Действительно. Но это отдельная тема. В основном, человек, питающийся традиционно, он сам создает прецедент для паразитов. То есть паразит, как и любая протогенная флора, она в принципе не виновата в том, что мы создаем условия для ее питания. То есть если для нее есть оптимальная условия проживания, она должна там быть. Правильно? Может, не удивляемся, что мясо, когда гниет, его разлагают определенные виды бактерий. Правда? А фрукты разлагают другие виды бактерий. У них разное предназначение. У мяса происходит процесс гниения, у углеводов процессы брожения. И во всем этом участвуют разные виды бактерий. Поэтому, если мы с вами поедаем определенные продукты, то, соответственно, мы имеем определенный набор бактерий. И наша с вами задача, вот все, что мы делаем, друзья, мы делаем для того, чтобы очистить организм, чтобы он усваивал правильно витамины, минералы, микро-макроэлементы. Он должен правильно понимать, что мы ему даем. Понимаете? То есть он должен требовать от нас, ведь клетки, на самом деле, для того, чтобы она была нормальной и функционировала, нужна всего. Всего-навсего чистая вода, витамины, белки, макро-микроэлементы и аминокислоты, из которых строится все организмы. Ей не нужны калории, ей насыщенные жиры не нужны, ей жареное сало противопоказано на 100%. Ей колбаса, вот вы видите, не канает, она его не ест. И вся этот хлам, который мы поедаем, он плавает в межклеточном пространстве. То есть он загущает кровь, закисляет ее и делает липкой и жирной. Кстати, друзья, именно по этой причине часто мы имеем непонятное, не выясненное, как говорят, дитянули заболевание и температура держится у человека. Если человек обезвожен полнованием паразитов и густая кровь, то простите меня, если возьмем пример яркий, если жир охладить, что с ним будет? Густеет. Густеет, а если его разогреть? Если у вас густая жирная кровь, ваш организм должен поднять температуру. Если вы накопили хлам, заметьте, когда человек заболевает, что происходит? Заболел, температура поднялась, сопли потекли. Но мы же умные, мы все замазали, залепили. Все, не дай Бог, оно выйдет из нас. Правильно? А выходит что? Ведь выходят остатки неправильной пищи. Я не говорю голословные вещи. Друзья, я говорю только то, что я проверил на практике. Любое мое слово вы можете проверить на практике. Сделайте, и вы увидите, что я прав. Съешьте на ночь пельмени и лягте спать. Вы проснетесь с забитым носом соплями. Почему? Потому что вы вызовете процесс гниения. Всю ночь у вас будут гнить мясо. Если мы разобидли. Вот мы об этом говорим. Давайте в конце. Разобидли мы его почистим. Все хронические геморриты, синуситы, атиты, все, что связано с загрязнением миофатической системы, всегда имеет прецедент в кишечнике. Всегда. Ребята, у кого чистый кишечник, насморка не бывает. Насморка не бывает при чистых кишках. Тонкая кишка и носоглотка это прямая связь. Нарушение обмена веществ прямая связь. Сначала очищаемся. Сначала очищаемся, пьем норму воды и начинаем правильно питаться. И любая проблема, поверьте, друзья, еще древние врачи говорили, если ты заболел, поголодай. Не ешь. Очисти кишечник. Прочисти кишечник. Сделать кишечник. Сделать кишечник, да. Если не помогло, идти к врачу. У нас все наоборот. На Новый год пережрали, побежали к врачу. Поджелудка прихватила. Еле все еще могли, да. Скрюченный побежали. Доктор, дай таблетку. Итак, лецитин. Колоссально важный продукт. Колоссально важный. Мы показывали неоднократно мамам, когда у них, у детки вот эта проблема, нарушение, да, иннервация идет. Как говорят, нервный тип моргает. Ребята, 6 дней интенсивного кормления лецитином, и это проходит. 4 дня. 4 дня, да. Но во многих случаях заикание проходит, если интенсивно кормить лецитином. Ну, в конце просто... Кормить лецитином. Мы на них славу подскажем. Смотрите. Поэтому такой комплекс. Но я не включил сюда еще один продукт, который я обязательно рекомендую использовать. Это ассимилятор. 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 Что такое ассимилятор? Тоже я рекомендую для начала 1 капсулу 3 раза. Заметьте, многие капсулы делают 1-3 раза или 2-2 раза. То есть, утро, обед, вечер. За 20 минут вы увидели, у вас никаких проблем. Ассимилятор это продукт номер один, который содержит практически полный набор ферментов растительных, которые необходимы нашему организму. Для чего? Большинство пищи, которую мы с вами съели или потребляли, не содержит достаточное количество ферментов. Еда сваренная, жареная и так далее. Эта еда разлагается, она разрушает нас. Она перенапрягает поджелудочную железу. То есть, она вынуждает нас вырабатывать целый ряд ферментов и гормонов, которые, в принципе, организм мог бы не напрягаться, если бы мы съели живую пищу. Мало того, остатки недопереваренной пищи в крови оказывают очень недобрую услугу. Огромное количество и ничевая кислота это все образуется вследствие неправильного питания. То есть, а точнее, недоусвоенных белков, когда они обжарены, приготовлены животного происхождения. Поэтому ассимилятор что помогает? Продукт номер один при аллергии. Друзья, ведь аллергия это не что иное, как недопереваренные частицы пищи и огромное количество патогенной флоры, которая пытается их утилизовать. То есть, она утилизует. Что получается? Происходит интоксикация на интоксикацию накладывается. То есть, сам продукт в нее дает интоксикацию, плюс паразиты, которые его поедают, тоже, простите, пищит и кагают, если проще сказать. Получается, что все фильтры организма нагружены настолько, что организм естественным путем через мочу и кал не успевает вывести токсины. Происходит перегруз лимфатической системы с выбросом на кожу через запасной вывод токсинов легкие, нагрузка на бронхи. И запомните, что все бронхиты и кожные заболевания это не что иное, как перезагрязнение организма, перенапряжение систем организм не может естественным образом вывести. То есть вы отравляете себя настолько быстро, что он не успевает выводить токсины. Все, что нужно сделать, это очистить, в первую очередь, механизмы усвоения пищи. Желудочно-кишечный тракт и поменять еду. Все, что я вам написал, служит, в первую очередь, для того, чтобы перестроить наш ЖКТ, то есть настроить его как инструмент, убрать оттуда патогенную флору, убрать ее агрессию, и чтобы вы легко могли поменять питание. Потому что, как поменять питание? Вы просто так не поменяйте. Когда у вас друзья уже живут, пищат и пухарикуют там, они привыкли к определенному рациону. К примеру, все грибы активно ферментируют сахаром. Они вас подсаживают, он делает вас сладкоежками. Человек хочет есть сладкое постоянно. Он его ест, ест, и чем больше ест, ему больше хочется. Сделайте эксперимент, но это опасно, в принципе. Три дня, кто не ест сладкое или не любит сладкое, возьмите три дня подряд, поешьте сладкое насильно. Просто раз, угоститесь, два, три. На четвертый вы побежите в магазин. У вас уже будет подсадка. Грибы вырастут. То есть вырастет та флора, которая его активно ферментирует. Она будет требовать больше пищи. То есть закон природы банально прост. То, что вы кормите, то и размножается. Закон природы гласит, что каждые 20 минут флора кишечная умножается на 2. То есть если вы накормили не ту флору, ее стало больше. Она становится кем? Доминантом. И она требует больше определенного питания. Вы подсели на хлеб, на пиво. У вас одни бактерии, да? Вы подсели на сладку, у вас другие. Их доминанту мы убираем. Вот этими вот противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и противоглистными препаратами. Большинство глистов наркоманы и алкоголики, чтобы вы знали. Очень часто большое засилие паразитов приводит к наркотической зависимости, табакокурению, алкоголизму. Особенно цепни. Очень часто мы проверяли, что очень большое количество людей посаживаются на алкоголь по причине наличия паразитов. Цепни. При очистке люди бросали пить. Это неоднократный пример. Почему? Чем кислее среда, тем меньше он чувствует интоксикацию. Чем у вас кислее кровь, тем вам легче курить. То есть вы не ощущаете так интоксикацию, потому что вы уже отравлены. Вы покурили и у вас нет контраста. У человека, который свежий, да? Чистый. Заметьте, он выкурив затяжку, он закашливается, его задыхание, да? Как кто первый раз пырил, да? Идет кашель. Потом постепенно, по мере того, как вы отравляетесь, все, вам уже нормально, вы уже не воспринимаете. Вы курите, пьете, и вы не чувствуете. Почему? Вы уже отравлены. Идет процесс закисления и разрушения. А что такое тяга, да? Зависимость. Это когда у вас организм начинает активно выводить токсины, происходит ломка. То есть включается механизм детоксикации и ломит. Как только вы покурили, хоп, механизм детоксикации выключился. Все, вас отпустило. Вот что происходит. Ребята, все, что я говорю, я знаю. Я курил под 2,5 пачки сигарет в день. Благодаря этой системе я бросил курить. Я не курю вообще. Я не могу запах переносить даже к курю. Это пока. Это что, помогает? Проверьте. Что именно помогает? Помогает детоксикация. Помогает вывод токсинов и ядов, которые у вас накопились. И изменение образа жизни. Почему? Образ жизни нужно менять. Это помощник изменения образа жизни, в первую очередь. Почему? Когда устраняете ряд патогенной флоры, у вас устраняется тяга. Мы неоднократно показывали, что после правильной очистки упраздняется тяга к сладкому, к жареному, к жирной пище, к мучному. Кто проходил, знают об этом, да? Замечали? Особенно, когда вы делаете все, вы делаете конструкцию. Эту инструкцию мы записываем для того, чтобы каждый из вас мог взять и вспомнить то, что я говорю. Когда мне говорят результаты, я говорю за руку, пойдем в гости к холодильнику. Я посмотрю на результат. Я не видел ни одного человека, который бы придерживался системы и не получил результат. Почему? Это физиология, ребята. Физиологию не обманешь. В природе есть определенный закон. Если мы действуем по ним, мы получаем то, что должны. Если мы против них действуем, нас уничтожает. Это закон. Так должно быть. А если я не люблю сладковать? Значит, любите водку. Или что-то другое. Или что-то другое. Вы откуда-то получаете энергию, углеводы? Другой вид паразитов, то есть другой вид бактерий просто доминирует. Смотрите дальше. Вот эта подготовка длится в среднем 21 день. Для чего? За это время мы успеваем, как я сказал, ассимилятор, алицетин, весь черного ореха, весь этот набор продуктов помогает нам промыть, разжижить кровь, освободить протоки жертвенного пузыря, подготовить лимфатическую систему к тому, что будет выброс. Почему? Дальше начнется процесс самый интересный, процесс скаловада, то есть глубокой очистки кишечника. Через 21 день мы приступаем к глубокой очистке кишечника. За этот период, 21 день, что мы должны сделать? Мы должны исключить из рациона неживую еду. Этот продукт нам поможет. Почему? Он подавит активность паразитов, которые от вас требуют неживую пищу. Понимаете? И вы должны перейти. 80% рациона должна составлять сырая еда. Овощи, фрукты, орехи, понимаете? Сахар заменяется на мят. Не потребляйте сахар ни в каком виде. Рафинированный сахар это яд. Грибы от него растут. Колоссально. Не потребляйте хлеб дрожжевой. Ребята, нету хлеба. Хлеб это яд на сегодняшний день. Хлеб это то, что кормит грибы. Мало того, это дрожжевые грибы, которые потом очень трудно вывести из организма. Женщины, страдающие молочницы, запомните, миленькие, что кандидо-алюбиканс обожает сладкое хлеб и мучное. И пока вы его едите, ни мы, никто вам не поможет. Что мы делаем? Когда мы даем вам кору, она подавляет их активность. И пока вы принимаете кору, да, вам хорошо, вы почистились, вам здорово. Но стоит вам поугощаться несколько дней подряд опять сладким и выкормите опять эту дрянь. Поэтому устранение гриба это процесс длительный. Каким образом? Только перестройка питания. Не верьте антибиотикам. Никому не верьте. Вы применяли многие, знаете, что это нифига не работает. Клотримозол, тому подобное группа не работает на них. Они иммунитет вырабатывают. Их можно устранить только одним образом. Как мы делаем? Мы меняем среду обитания. Для чего мы говорим пейте воду регулярно и добавьте минеральные добавки? Чтобы ваши клетки не просили дряни. Когда вы очиститесь, вы будете усваивать витамины и минералы. Добавьте в рацион простых минералов и вы перестанете переедать. И вы перестанете подсаживаться на сладкое, потому что в рационе будет набор макро-микроэлементов и минералов, которые не хватают у вас. Да? Итак, 21 день. Мы едим 80% своей пищи. Мы стараемся потреблять каши. Мы стараемся уйти от мяса и перейти на морепродукты. Хотя бы на этот период. Да? Потому что если вы хотите мяса, друзья, мясо есть только мясо. В мясе. Больше нигде его нет. Ни в колбасе, ни в сосисках, ни в саркелях мяса нет. Это понятно. Там сои и тому подобное, как мы говорим, имитаторы, да? Но, как правило, там еще много чего, усилителей вкуса, которые вас делают, наркоманами просто. Они вас подсаживают на вкусовую зависимость. И кормят, и еще образуется большое количество слизи и гниги в организме. А на этом фоне развиваются паразиты. Итак, мы очищаем, мы подавляем их активность. Вторым этапом идет коловада. Глубокое очищение кишечника. Я обожаю этот продукт. Тот, кто его грамотно проходил, имеет колоссальные результаты. Почему? Всего за 14 дней человек меняется в облике. А что такое коловада? Коловада – это система, состоящая из трав, из капсул растительного происхождения и белой коалиновой глины. Каким образом проходится коловада? Саш, я не знаю, попросил бы показать. А коловада у нас сейчас нет в наличии, да? Нету, да. Будет в 4. Ну, я говорил о препаратах. Давай хотя бы покажем для привлечения тех продуктов, которые я написал. Ты запомнил, Саш, да? Серебро, кора, ассимиляторы, ацетики, ну, стандартный набор, о котором мы говорим. А, кстати, помимо всего прочего, у нас есть отличная шифра, называется H500. То есть H500 – это что? Это аналог воды в области вуза. То есть он делает заряд воды до минус 500. То есть если вы добавите, его даже на полтора литра будет до минус 500. Но он быстро улетучивается. То есть его нельзя вставлять открытым. Если вы хотите пополнить заряд, реально восстановить энергию, напоить клетку, то можно выпить его. Особенно те, кто занимаются спортом, сидят возле мониторов, в душных помещениях, вам будет очень активно. Потому что вы эти литруны теряете с колоссальной скоростью. То есть вы стареете в три раза быстрее. А это антиоксидант, антистарин. Одна капсула H500 по своему эквиваленту равняется 10 тысячам стаканов апельсинового сока по активности. Есть у тебя H500? Одна капсулка, показывайте. Ну вот мы добавим даже в коралловую воду. Вот здесь минус 207. Можно? Ну давайте сейчас мы еще добавим. Такой воды надо будет больше. Итак, смотрите, я просто хочу вам показать, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот кора муравьевого дерева. Вот этот замечательный природный антибиотик. Здесь еще лучше, здесь усовершенствованная формула, она идет с селеном. Селен это антиоксидант, вы знаете, да? На сегодняшний день дефицит селена, это, ну как считают, одна из проблем онкологии, это стальный дефицит селена в рационе. Она еще и пополняет в рационе селена. Вот это тот замечательный продукт, о котором я говорил, лецитин. Вот так он выглядит. Который устраняет, да, дискинезитом пол. Вот это астимилятор, как я говорил, продукт номер один, который решает вопросы аллергии, допереваривает пищу, не переваривая. И, кстати, в вопросах снижения веса и с остальных дегенераций очень важный продукт. лист черного ореха, как я вам говорил, да, противопаразитарный. И вот это H500. Открыт? Мой? Юль, да? Вот H500. Уникальная штука, уникальная технология. Друзья, тот, кто понимает, что это такое, его ежедневное применение позволяет то, что сделать? Вы увидите, со временем вы очень качественно начинаете отличать от своих сверстников, когда вы применяете. Да. Смотрите, тут минус 206, да? Ну, чуть-чуть добавлю. Там воды мало совсем. Мало воды, можете добавить? Воды. Юль, принеси воды, пожалуйста. Воды нету вообще. Он весь остался на этом, вообще прибор был лысый, но уже минус 433, чтобы вы видели. Сколько? Был минус 207, уже минус 400, минус 440. Для чего это? Чтобы вы понимали, его активность колоссальная. Колоссальная, ребята. Это колоссальный продукт. Почему? Я занимаюсь физическим спортом, я знаю, что это такое. Крепатуры нет, ребята. Можно попробовать, да? Да. Сейчас, секунду, продемонстрирую. Давайте в конце. У нас будет время. Ты отлечил, дашь стакан попробовать. Все равно будете выливать? Нет, мы это не выливаем. Обижаете, я лично и в конце выпиваю. Я все-таки предлагаю... Забурчит в животик, и вы бежите в поле. Дегустацию в конце, давайте. Хорошо. Итак, ребята, в самый интересный момент мы подходим к процедуру очищения, коловада. Я обожаю этот продукт. Тот человек, который проходил коловаду и проходил ее правильно, будет по жизни и благодаем, и всегда стараться через определенное время проходить регулярно очищать свой кишечник. Как вы знаете, так же, как у нас с вами происходят процессы регулярного опорожнения простите, кишечника и мочевого пузыря, но точно так же мы должны с вами регулярно делать очищение толстой кишки. Особенно, если мы с вами питаемся вареной, жареной, вареной пищей. Это рацион 99% населения. Поэтому не надо страдать иллюзмом, что эта пища у вас до конца полностью покидает ваш кишечник. Нет, друзья. Она имеет свойство накапливаться. Одна из главных проблем в том, что накопление недопереваренных остатков пищи приводит к деформации кишечника. То есть кишечник со временем растягивается, а так как свойство кишечника это температура ничего там не видно? Давайте, ну да. Свойство кишечника это иной градус, да? Он в среднем имеет температуру на 2-3 градуса выше прилегающих органов, то деформированный растянутый кишечник имеет свойство их воспалять. Особенно это касается сигмовидной кишки, которая проходит вот здесь. Часто при частом сидении, застое, там начинаются застояные явления, там же вена, там же венозное сплетение, там же всегда личный нерв. И все, когда вы начинаете замечать, ломота в пояснице начинается, тянет левую ножку, правую тянет. Когда у вас начинает беспокоить головные боли, запоры, то я думаю, что эта кишка уже забита. Нарушения все одна из причин бесплодия, друзья. это забитый кишечник. Это самая главная причина, это причина номер один. Ребята, закисление, обезвоживание и грязный кишечник. Одна из причин выкидышей, это обезвоживание и закисление. Одна из причин остеопороза, это закисление и обезвоживание. Почему? Элементарно. Околоплодные воды, когда начинает формироваться плод, состоят из чистой, структурированной воды. Эта вода имеет заряд минус 150, минус 200. Элементарно. Если вы, в рационе у вас не хватает воды, то будет происходить следующий процесс, будет идти закисление. Один из первых конкурентов воды это мозг, то есть, который потребляет воду, это мозг. И если мозг будет не хватать воды, он выкинет конкурента просто, чтобы не погибнуть. Чтобы не погибнуть тело, он выбросит это. Из-за окисления обезвоживания, номер один, причина отелков во время беременности тоже обезвоживание и некачественная вода. Мы неоднократно показывали, как при применении всего-навсего воды происходит нормализация, отеки уходят. Даже на 9-8 сроке месяца беременности. У многих женщин, всего-навсего начавших пить подготовку, месячные, которых не было, по 7 лет начиналось мазать. Это неоднократно проверено. Почему? Да не может гормональная система нормально работать. Все обменные процессы блокируются, если сликнуть гомеостаз. Друзья, гомеостаз, это же банально простые вещи. PH. PH 7,4 крови, стандарт. И если вы начинаете закислять, то происходит что? Нарушение всех обменных процессов, кальцевый обмен, конечно будет нарушен. Почему? Потому что, когда вы закисляетесь, организм, вы же не умерете сразу. И организм, чтобы поддерживать гомеостаз, он начинает что делать? Он вымывает кальций костный, чтобы кровь разжижать, и щелачивать. И в крови будет повышен кальций. Он скажет, меньше кальций ешьте, у вас кальций в крови избыточный. Но если проверить, это костный кальций, моется. И кости становятся хрупкими, и сыпучен. Поэтому очищение кишечника это колоссальная вещь. Именно там у нас садник паразитов, слизей. В интернете можете посмотреть, как выглядит кишечник большинство людей. Там масса картина. С паразитами совсем все сфотографировано. Особенно на сайтах клуба это очень много. При достаточном количестве. Когда вы начнете проходить калаваду на очень комфортно? Она состоит из трех этапов. Первый этап это пакеты трав. Там входит похожий набор трав, люцерна, противопаразитарные травы, весь черного ореха, кора, крушины, простые. Набор трав, минералов природных, алтимейт растительных. Набор ферментов, дегистейбл, то есть это набор ферментов, которые типа ассимилятора. И в первую очередь задача этих пакетов, что это размягчать каловую массу, подготавливать, то есть обезвреживать от паразитов и тоже подготавливать, размягчать, отпускать кишечник, расслаблять его. Это длится 7 дней. На 7 дней я рекомендую, когда вы делаете калаваду, старайтесь кроме каш и овощей не потреблять ничего. То есть из жидкости пейте только воду. Уже начало 21 дня старайтесь пить только воду и соки фреш. Другие жидкости не нужны. Ешьте овощи, фрукты на 21-м дне на подготовке. Овощи, фрукты, каши, морепродукты. Постарайтесь отказаться от мяса. Не можете, то приготовьте мясо либо на гриле, либо только на пару. То есть на ничего не жарьте. Сковородка это неприемлемо для человека. Сковорода не может быть для человека применима вообще. Потому что любой жир разогретый, он изменяется, он становится насыщенным, он никогда не усваивается. Кроме того, что он забивает сосуды, никакой пользы нет. Ненасыщенные жирные кислоты обязательно нужны. Чтобы латать микротравмы, чтобы эластичность сосудов, мышц, кожи, коллаген, все это важно. Поэтому очистка. Старайтесь применять овощи, фрукты, соки фреш, вода. Вода на коловаде в объеме не меньше 3 литров. Почему? Будет интоксикация, вы должны проходить обязательно больше пить воды. На коловаде 7 дней. Что возможно, когда вы начинаете первые 7 дней? Первое, вы увидите, у вас учащается стул. То есть вы будете ходить как минимум в 2 раза больше. И чаще. Что у вас может быть? Вы можете почувствовать слабость, недомогание, вследствие того, что пойдет интоксикация. То есть токсины, которые были в кишечнике, размягчались, с водой попадут в кровь. Это естественно. Кровь будет больше токсична. Поэтому вы должны выпивать в это время как можно большее количество воды, коралловой. В этот момент неплохо бы добавить и аж 500, как антиоксидант. Понимаете почему? Да, идет процесс отнисления. 7 дней. Как правило, уже на 7 днях многие люди замечают, что уже во время 7 дней часто и на подготовке бывают, но и на 7 днях очень часто выходят паразиты. Поэтому пугаться не надо. У кого есть, они должны выйти. Коловаде, в принципе, все равно, кто у вас есть, она выводит всех. Помимо этого, вы будете наблюдать следующее, что у некоторых людей, не у всех всегда идет интоксикация и слабость. В основном, чем вы грязнее, тем вы больше, плохо, хуже себя чувствуете. Это нормальное явление. Просто пейте больше воды и не нарушайте режим питания. Вы хуже себя будете чувствовать, если будете нарушать режим питания. Если ваш организм в период очистки будет еще должен переваривать вашу кислую, переваренную пищу, понимаете, да, сдеферментированную, вы даете дополнительную нагрузку на ЖКТ, зачем? В период очистки придерживайтесь строгих рекомендаций. Я гарантирую, даю, и результат вам, что будет совсем потрясающий. Если вы перегружаете систему, придете, скажете, коловады, не коловады, как я сказал, с кувалду, умейте обращаться. У меня нет отрицательных на коловаде. Я душу вытрясаю, когда провожу. Мне плачутся, жалуются, потом благодарят за издевательство. Поэтому, когда проходите железобетонное предписание, это любого касается, голода, любой очистки, любая очистка, это нагрузка, вы должны четко понимать. Поэтому, вы проходите, это следующий образом, как я сказал, придерживаясь рационного питания, выпивая большое количество воды. Как я сказал, не все будут чувствовать интоксикацию. Некоторые, наоборот, на этих 7 днях начинают чувствовать подъем. Кишечник освободился, животик уже прилипает к позвоночнику. Человек начинает активно бодро себя чувствовать. Ребята, но, наступает второй этап, 4 дня. Это самый интересный этап. 4 дня. В эти 4 дня вы ничего перестаете есть твердую пищу. Вы не будете есть ничего. Вы будете выпивать те же пакеты трав, как и на первом этапе. На первом этапе вы выпиваете пакет трав номер 1. Утром и вечером запиваете двумя стаканами воды. 7 дней. Едите, как я сказал. На втором этапе вы начинаете выпивать пакеты номер 2. Там по 10 таблетчиков. Что в том, что в том. Утром и вечером запиваете двумя стаканами воды, но на втором этапе, когда вы начинаете пить королиновую глину, вы ничего не едите. Внимание, ничего не едите. Исключение составляют только люди, которые имеют проблемы с сахарной водой. То есть, им можно давать щадящий рацион. Там, кашки чуть-чуть, понятно, да? Когда глину принимают. Да. Но, во время глины, при правильной чистке, человек ничего не потребляет. Только глина. Каждые 3 часа в прохладной воде мы разводим быстро пакет королиновой глины. Почему быстро? Он густеет, даже в холодной воде. Быстро размешали и выпили. Ребята, в эти 4 дня наблюдаются самые интересные явления. Почему? Кто страдал кишечником, в первые 3 дня начинается запор. Почему? Гарантия, потому что непроходимости кишечника обязательно остаются в кафе. глина начинает собирать, ассорбировать и стягивать это все вниз. Она буквально формирует слепок кишечника и начинает это все выдавливать вниз. Самое приятное, она чистит вас так, как вы загрязнялись. Она проходит по всему пищеводу, ЖКТ, желудок, двенадцатиперстная, собирая слизь, гадость, дрянь и стягивая ее вниз. И всю эту красоту вы видите, как она из вас выходит. Всех цветов и мастей, если они есть, всех визжащих, пищащих и машущих хвостом она вытягивает вниз. Некоторые люди не всегда адекватно реагируют, потому что когда из них выходит, кишка выпала, сдайте кишку на анализ, свиные цепни, бычьи цепни выходят на голову. Такие явления еще аскаиды очень часто выпадают. Поэтому, когда проходится очищение, человек должен быть готов. Что это может быть? Это нормально. Естественно, если три дня вас заперло, у вас были закворы перед этим, пейте больше воды. Но если вас даже опирать, ничего страшного в этом нет. Некоторые говорят, можно сделать клизму. Можно, а можно выпить соленой воды с лимонным соком. Развести соленую морскую слою, соленую воду, она послабит, тоже поможет в этом случае. Но не переживайте, нет такого, которое на четвертый день бы не прозрело, как я говорю. Обязательно четвертый момент наступает. Кто более-менее в норме и пил воду и больше подготовлен, более-менее правильно питался, тот проходит калаваду комфортно. Нет человека, которому она не нужна. Ребята, даже если вы видите здоровый образ жизни, вы еще лучше себя почувствуете. То есть кто занимается спортом, ребята, подъем невероятный после чистки. Выносливость колоссальная. Мышцы работают, ну просто великолепно. Суставы не избаят, нет ни скрипов, ни хрустов. Идет такое потрясающее состояние и в этот момент идет, ну как говорю, депрессивное состояние уходит у человека. Потому что депрессия это паразиты и токсины в первую очередь. Я знаю, кислая кровь, это депрессия. Плохое настроение, ребята, это кровь токсичная. Поэтому, когда проходит глина, я говорю, почему? Некоторые говорят, по три часа отдала этой тяжкой работе. Я счастлива, что сейчас это не со мной, что я здесь, а оно там. У многих живот влипает в позвоночник. Но, конечно, не надо страдать иллюзиями. Если у вас вот такой живот, то в позвоночник сразу он не уйдет. Поэтому, те, кто имеет большие веса и большие проблемы, ребята, не комплексуйте. Многие проблемы нужно решить чем? Вы как соскабливаете грязь. Поэтому проходите чистку регулярно. Если у вас большая проблема, вы пройдите ее несколько раз. Один раз перерыв пройдет еще раз. Почему? Слоями надо снимать эту дрянь. Кто вы более-менее в норме, ну вы уже с первого раза вы почувствуете эффект. Вы уже с первого раза потеряете колоссальный объем. В первую очередь за счет неплохой воды, токсичной жидкости, которая у вас накопилась. Большинство веса это вода. Вода, грязная, токсичная вода, которая стоит. На первом этапе люди теряют уже до 5-7 килограмм. Мы не занимаемся похудением, ребята, это просто очищение, вы должны понимать. Похудение это нормализация обмена веществ в следствии чистки правил питания. Все. Когда мы проходим чистку, мы начинаем кушать на пол ведра меньше. Это проверено. Почему? Объем желудка и кишечника меньше становится. Мне просто кожа красивая, я не имею в виду, это уже шкупитая, наоборот боятся, ой, если я начну пить, так что ж пропущение вообще останется? Так что же... Кстати, да, одно из явлений, когда человек худой говорит, да, что куда же мне чиститься, я и так худой. Друзья мои, у нас есть яркие примеры, фотографии в интернет выложены, люди, чтобы приходили к нам вот такие сухие, как прибыль. Ребята, это гельбинтокс, элементарно. И коловада там показана, обязательно. Обязательно чистка. Ребята, нормальный вес восстанавливает. Но, конечно, если вы один едите, а если вас ест много пассажиров, которые питаются вместе с вами, то, естественно, вы едите не вы, а они в первую очередь. А вы все время слабые. А нормальный вес, это сколько? Для человека, в принципе, если он ест малыми порциями, часто, он может до килограмма пищи потреблять в сутки. Всего. Это целого. Не, вообще сколько он должен весить? Нормальный вес, минус рост. Для мужчины, это рост минус 100. Рост минус 100 единиц. Это нормальный вес определяется. Приблизительно. Смотрите дальше. На 4 дня мы очищаем толстую кишку. Выходит, как я сказал, разнообразная красота. Через 4 дня начинаем процесс восстановления. Пакеты номер 3 утром и вечером. Нужно четко понимать, что пакет номер 3 это не есть этап весь восстановления. Там в таблетках акцент больше сделан на флору, ацидофильные бактерии. Но этого мало, друзья. На выходе, я рекомендую начинать выход на свежевыжатых соках. Фреш. 3 дня. Посидите на фреш. в 3 дня. Свежевыжатые соки. Только свежевыжатый сок. Морковный, буряк, морковный буряк. Разводите с водой. Буряк не делайте сильно концентрированный сок, особенно буряк. Его надо разводить на 50% с воду, если это буряк. Понятно, да? Можно цитрус и буряк. Буряк можно разводить, особенно, он очень активный. Любой сок. Морковный, яблочный, любой. Нет, разводите буряк, младеный. Он сильно концентрированный. Вы почувствуете, когда попьетесь, если концентрат большой, разводите его. Поэтому, когда вы проходите процесс очистки, вы должны знать, что начинается самый главный этап. Ребята, какой этап? Этап номер один в организме. Почему? Вот теперь от качества того, что вы забросите, и будет зависеть построение вашего тела. А теперь, внимание, вот здесь имеет значение уже баг. Только на этом этапе имеет значение витамины, минералы и другие комплексы. Почему? клетки голодные хотят есть. И клетки начнут строиться из того, что вы будете давать. Вы должны четко знать, что эффект получается при регулярном использовании одного, единого, правильного образа жизни. И мы это мучим, в первую очередь. Мы помогаем его добиться. Наша система это помощь в перестройке. Это расстроенный инструмент настроить. После головады у вас колоссально меняется вкус, у вас меняются вкусовые привычки. Вы съедая одно яблоко, объедаетесь просто. Вы понимаете, что вы сыты, полностью наелись одним яблоком. Это абсолютно реально. Желудок и кишечник в объеме в два с половиной раза меньше. Это потом, на Новый год мы его делаем обратно. В три раза больше. Ведь заметьте, все проблемы восстановления мы после Нового года решаем. Новый год это плюс 5-7 килограмм. У многих людей. Это не говорю всех. Но у многих это такая вещь. И потом полгода до лета мы и решаем. Пасха еще догнались, попастились и думаем как? Лучше бы не постились вообще. Я говорю, честное слово. Поэтому после головады начинается этап номер один. Запомните, каждая система через определенное время обновляется полностью до нуля. К примеру, за полгода печень может полностью обновиться. Мои опыты показали, что за полгода у человека можно решить вообще на УЗИ печень не узнают. То есть человек, который имел колоссальные проблемы, ему ставили гепатиты различные, кисты в печени, через полгода приема регулярного питья воды, БАД, лецитина, приходит и говорит, у вас УЗИ перепутали, что ли? Это не ваши анализы? Это не ваши органы? Такого не бывает. Почему? Да ничего странного, ничего нет. Нету чуда. Ведь клетка самое главное в организме человека. И от того, чем мы кормим, зависит, какие клетки будут рождаться. Если мы их кормим дрянью, у нас больные клетки. И процесс восстановления как раз и зависит от качества воды и питания. Вот то, что я сказал. Если чем хуже и кислее ваше питание, чем больше вареной, жареной, слизистой еды, сладкого, дряни этой, тем меньше способность регенерации ваших клеток. За полгода восстанавливается печень. Но если вы поражаете и отравляете организм, у вас восстанавливается не печень, у вас она на каждый раз процент восстановления печени уменьшается. То есть вы стареете, она дегенерирует, она уменьшается, она деградирует или наоборот разрастается от того, что перенагружена, увеличивается в объеме. Понятно? Поэтому, что мы делаем? Начинается этап клеточное питание и защита. Обязательным, я считаю, самым важным на этом этапе дать клеточное питание, забитка. Вот то, что вы будете делать, это самое важное. И чем дольше вы это делаете, тем лучше. Вы это сами увидите. Как правило, у нас уже на третьем этапе при правильной забитке беременели те, кто не беременели по 7, 8, 9, 10 лет. Итак, что входит в систему восстановления клеточного питания? Естественно, вода. Естественно, мы должны приучить себя пить воду. Коралловая вода. В минимальном объеме полтора, а вообще 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Следующее. Рекомендую ежедневно в рационе, чтобы присутствовали какие-либо продукты, содержащие хлорофилл и клетчатку. У нас в клубе есть великолепный набор продуктов, которые вы можете выбрать. Это и люцерна, это и спирулина, спирулина обычная, спирулина с анокластерами, это зеленое золото, это коктейли фитоэнергии, это коктейли спирулина. Или, или, или выберите себе на выбор. Но обязательно включайте в рацион. Я пишу спирулина или подобные ей зеленые препараты. Это хлорофилл. Это то, что не любят паразиты, не то, что не любят амебы, в частности. Следующий продукт. Я советую не убирать из рациона лицетин. Оставьте его. Вы скажете спасибо. Лицетин – это ваше зрение, это память. Карандаши у нас супер. Просто. Призрак. Призраки просто. Я так все понимаю. Призрачные. Лицетин – это память. А черненькие? А черненькие? Сейчас нет. Следующий продукт. Для мужчин и женщин, которые хотят держать себя в великолепной форме. Мой совет. Вы можете смело заменить в рационе мясо на такой продукт, как противити. Посчитайте, по цене увидите. Противити. Противити. Противити для мужчин или для шеи, для женщин. Моя рекомендация. Что такое противити? Это матрица аминокислот. Это все аминокислоты, включая незаменимые, на растительной основе. Усваивается великолепно матрица аминокислот. Почему? Она спираль напоминает ДНК нашу. Когда вы пьете, у меня великолепные результаты по этому противити. Особенно при бесплодии. Особенно при болезнях сердца. На восстановительном этапе обязательно добавляйте в рацион. Эффект поразительный, просто потрясающий. Как восстанавливается сердце. Как восстанавливаются внутренние органы. Ведь это строительный материал номер один аминокислоты. Из них все строится. Оно вкусно или больше? Нет, оно пахнет белком. Его в таблетке проглотил, можно растолочь. Вкус пахнет, ну, белок. Не все любят такое. Но... Можно его покупать? А? Где он покупает? Все есть. Это все продукты кораллового куга. Весь перечень, которые мы даем, это те продукты комплексные, которые есть у нас. Это часть этих продуктов. У нас 150 наименований различных продуктов. Именно продуктов. Почему просто? Это уже продукты питания. Это не лекарства. Это продукт питания, который вы вводите в рацион вместо той дряни, которую вы ели раньше. Вместо мяса, колбасы, пельмени вы можете смело его ввести. Вы ничего не потеряете, только выиграете. Вас не будет кинуть на мясо. Когда вы принимаете противитет, тяга к мясу нет. Им есть не надо. Или мясо, или противитет. Надо выбрать. Эффект от него однозначный. Особенно те, кто тренируется, занимается спортом. Это вообще потрясающе. Девочки, которые хотят привести себя в форму, совет Бешей. Бешей. Это такой же продукт, только содержащий хром. Апцент больше на женщин. Он лучше сжигает жировые ткани и компенсирует в гормональном обмене, нарушении часто виноват дефицит хрома у женщин. Поэтому Бешей содержит хром. При занятии спортом, фитнес, мой совет, каждый человек должен заняться спортом. После чистки вам захочется, вы у вас будете легкие. Вы захотите двигаться. Займитесь спортом, ребята. На таком комплексе вы за месяц, за два вас не узнают знакомые. У вас настолько быстро восстановится тело, не важно, сколько вам лет. Не важно, кто вы, мужчина или женщина. Сделайте, и вы будете восторг. Вы будете потрясены изменением, которые есть. Только занимайтесь физически и двигайтесь. Хотя бы 25 минут в день физической нагрузки. Противите, как я сказал, аминокислоты. Сердце, все ткани, суставы, хрящи, все состоит. Следующий продукт, который я советую для восстановления. На продуктах, которые надо принимать ежедневно, на которых особенно являются важными, то есть, которые можно применять длительно и нужно применять после комплекса, я ставлю плюсы. Это лицетин, это вода коралловая щелочная, это спирулина и зеленый цвет. Это продукты, которые я не убираю из рациона и оставляю своим детям. Обязательно. Почему? Та же причина, что я озвучил, причина всех заболеваний у детей. Такой же комплекс мы можем давать смело детям. За исключением уберите из него коловаду и оставьте в таком виде, как есть. Просто подготовка и запитка. И делайте, повторяйте эти циклы по очереду до решения проблем. Я вам повторяю, вы решите любые проблемы. Потому что все они связаны с одним. У детей, это как правило, это все аллергии, диатезы, ацетоны и так далее. Это связано с неправильным питанием, загрязнением, паразитами. Других причин нету. Грибы, листы, паразиты связаны с питанием, которым мы выкормили эту всю дрянь. Может прививки еще. Прививки, антибиотики вообще первая причина грибов. Применение антибиотиков приводит просто к разрастанию кандидальника. И многие медики знают, что после применения антибиотиков риск погибнуть от грибка колоссален просто. Поэтому продукт противити. Следующий продукт, который рекомендуют потреблять для того, чтобы поднять иммунную систему, восстановить, особенно на первых этапах, жир печени, акун. Жир печени, акун. Дозировки. Спирулина. По три таблетки три раза. Я оптимальный. Лецитин. Одна, две, три раза. В зависимости от вашего веса. Противити. Одна таблетка в целом на 10 килограмм веса. Но в целом, мы говорили, для поддержания формы пять штук хотя бы в день. Пять штук. пять штук аминокислот. Вы видите, это уже дает эффект. Чем хорошо? Это еда. Ребята, это еда. Следующие минералы для мужчин. Настоятельно рекомендую после чистки добавить цинц. Одна из причин раннего поседения и нарушения работы мужского аппарата. Да? Для женщин, рекомендую и для мужчин и женщин сирен. Программа сиренизации в Швеции привела к тому, что продолжительность жизни увеличилась в среднем на 20 лет. То есть ставлю плюс напротив сирена. Это один из продуктов, который можно смело добавить в рацион и не убирать. Сирена, как я сказал, лицетин, спирулина, вода, являются как бы у нас базовыми. Мы пьем постоянно. Противити, цинк, это продукты, которые нужно добавить, чтобы подпитаться. И базовый продукт такой для первый месяц запитки, чтобы хорошо запитать клетку, это Ultimate. Это набор макро-микроэлементов и витаминов. Ultimate. Где-то одна таблетка два раза. Такая программа в течение двух-трех месяцев полностью накормит ваше тело. Для защиты вы можете применять продукт H500. Продукт, который тоже можно применять ежедневно. Но плюс, я вам сказал, это те продукты базовые, которые я даю детям и себе каждый день. Говорят, по цене, сколько по цене? Ребята, по цене это получается гораздо дешевле, чем то, когда мы питались раньше неправильно. Когда вы посчитаете сумму майонезов, пельменей, сарделек, сосисок, колбасок, селедок, копченостей, пива, полы, фанты, фастфудов, и сложите все вместе, вы прозреете, сколько денег вы вложили, чтобы ухандохать свой организм. Если вы это все просуммируете и отнимете... А на водку это можно вот это все? Куда? На водку. Сверху? Это можно вместо. Вместо. Я не сказал еще спиртное, спасибо за напоминание. Но спиртное, сигареты, это же колоссальный отток средств для семьи, ребята. Когда вы это проходите, у вас все шансы с этого спрыгнут. Тот, кто поставил цель, если вы хотите бросить пить курит, ну бросите. Это поможет, реально. Так трудно, с этим поможет. Почему я сказал микрофлора? Итак, это полноценный рацион, который можно смело ввести вместо дряни, которую мы потребляем ежедневно. Напоследок хочу вам сказать одно. По детям очень важный нюанс. Никогда не сбивайте температуру своим детям. Почему? Температура это признак того, что иммунитет работает. иммунная система борется в организме и работает как антисептик. Что она делает? Если вы знаете об этом факте или не знаете, при температуре, по-моему, 38,6, я не буду уточнять точно, но меняется структура воды в организме. То есть, стирается ее память. И только при температуре 39,6 в крови погибает хламидий, трихомонад. мы все делаем, чтобы не допустить температуру, которая излечит организм. Как те природные антибиотики, которые мы даем, они не снижают вам резкую температуру. Они способствуют иммунной системе, чтобы побороть. Да не сгорит ребенок от температуры никогда. Он сгорит от обезвоживания в период температуры. Если он будет пить достаточное количество электронной активной воды живой и будет иметь высокую температуру, он с любым заболеванием день-два справляется и на ногах. Опыт 10 лет и 4 детей, только моих. Плюс еще сотни и тысячи детей, тех, кому я этому научил. Оптимальный вариант, тот набор, который я вам вначале продиктовал в подготовке, кора, серебро и вода, это универсальные антибиотики, в любой момент можете применить. Если вы заболели, знайте, это сигнал о том, что пора чиститься. Эти продукты помогут подавить активность всех друзей, которых вы выкормили. И все. Вы болеете? Здравствуй, очистка. Оптимальное прохождение курса очистки минимум 2 раза в год. Состояние, которое вы при этом получите, великолепное. Игра стоит свеч однозначно. По деньгам дешевле, чем жрать дрянь вместе с таблетками. Почему? Такая система это гарантия ухода от таблеток, ухода от лечений как таковых. Вы перестанете хотеть есть, вы будете хотеть жить. Понимаете разницу? Когда вы загрязнены, все удовольствия вы меняете на пищу. Вам хочется есть. Вся радость жизни это пожрать, друзья. А когда вы активны, энергичны, у вас полно сил, то радость доставляет вам что? Вам доставляет радость спорт, общение с друзьями, театры, кино, музыка. Правда? Ребята, это вот этот путь. Путь у телевизора с жареной картошкой ведет только вы знаете, белым тапочком. Треть, телевизор, тапочки, дальше мы знаем. Тот Абраша, который так питается, знаете, Абраша жил напротив кладбища, теперь живет напротив своего дома. Поэтому, если вы не хотите оказаться там, где не нужно, особенно преждевременно, возьмите на вооружение. Это один из вариантов. Да, существует много вариантов. Есть Семенова, есть Малахов, есть много вариантов очистки. Кто из вас что выберет? Это не вопрос. Система, которую я вам озвучил, в целом стоит, можно ориентировочно даже прикинуть, в районе 300 долларов вся система стоит. Где-то в этих пределах. Это в месяц? Нет, это за все 3 месяца. Ориентировочно вот такой курс будет стоить на 3 месяца где-то около 300 долларов. Я могу ошибиться, плюс-минус 50. Ребята, посчитайте, сколько тратится денег человек, который болеет гипертонией, диабет второго типа, артрит, ишемическая болезнь. Это позволит забыть об этом раз и навсегда. Мало того, регулярное применение продуктов со знаком плюс, который я вам сказал, позволяет вам проходить чистку, не делая огромные подготовки. Вы можете проходить коловагу в любой момент, если вы регулярно принимаете нормальное количество витаминов, минералов, пьете щелочную воду. Вы просто не загадите так организм, как загадите без этого. Это гарантия. Помимо этого, противопаразитарные программы детям необходимо применять один раз в два месяца для профилактики. Ребята, стоимость листьев черного ореха для членов клуба это всего 75-80 гривен максимум. Чеснок капсульный, который можно смело давать как противовирусное, противообъемный препарат стоит всего сколько, 60 или 56 гривен. Ребята, это деньги, то есть это 9 долларов, по-моему, если я не ошибаюсь. Стоимость вселенной ежедневного 70 гривен. Посчитайте аналог, я не зря сказал, если вы уберете только пачки майонеза и сигареты своего рациона. Сколько будет денег уже освободиться? Посчитайте, если вы уберете пиво или груз газированные напитки. Посчитайте, если вы убрать сардельки и пельмени. Ребята, освободиться больше. Мало того, добавьте то, что ваш желудок и кишечник станут в два раза меньше. Да как в туалет туда ходить, как в дашь щел? Великолепно. В туалет ходит человек великолепно. Он в туалет ходит быстрее, простите, чем поражняет мочевой пузырь. Это нормальное состояние кишечника человека. Это правда. Об этом знают все люди, особенно те, кто занимается здоровьем. Раз, и нечего читать там журналы. Мы же все любим почитать. Но не исключение тоже. Но на самом деле, да, вы можете читать, но если вы, простите, у вас должно быть раз и все, и про всякие опорожнения. Это зависит от качества пищи и питания. Когда вы едите хлеб в булке, то естественно, там придется провести очень много времени. А если хлеб, например, а? А если хлеб домой, дома, домашний, я люблю. Домашний хлеб это лучше, но проходит по кишкам тоже плохо. Если он не термофильный дрожжи, на закваске он. Молоко? Для взрослого человека это слизь. Манка, например. Самая вредная каша, которую можно придумать. Манка это абсолютно бесполезная каша. Абсолютно бесполезная. Мало того, что она деминерализована практически, не на многих элементах, плюс молоко, плюс термическая обработка это слизь. Слизь, просто-напросто слизь. Ее-то измайл нельзя. Молоко желательно применять кисломолочные продукты. Это оптимальная просто кваша, скваша на летнем напитке, айран, тан. Посмотрите, в культурах долгожителей это что? Это горный район, это щелочная вода, о которой я рассказал, это большое количество зелени, это кисломолочные напитки, это весь основной рацион и малое количество еды, пищи. Те жители, которые живут долго, едят очень мало. И едят в основном растительные вещи. Они чаще на них пишут. Да, они едят мало. Рацион очень простой. Могут чаще есть, могут не чаще, но у них просто усвоение пищи гораздо лучше. Потому что количество ионов, которые они получают, огромное. Это воздух, это горная вода. Ведь мы то, что даем, это аналог горной воды, молоко гор. Вот то, что мы сейчас вам даем. Одна она питает клетку колоссально, она дает ей энергию. Вы заметите, если вы попьете этой воды, вы увидите, увеличится, насколько увеличивается энергия. Вот я в этой воды вижу, как работает вода. Потому что я энергичен и полон сил сейчас. Многие из вас уже спят или вырубаются, готовы. Почему? В этой сборженной в большинстве истории. Это правда. У вас нет, вам дешнецид кислорода и все, и у вас вырубается. А сколько где надо литров вода? 30 миллилитров на килограмм веса. 30 миллилитров на килограмм веса. Ребята, это все, что я хотел сказать. Единственное, что добавлю по детям. Запомните, что проблемы бесплодия и проблемы детей, они абсолютно идентичны. То есть схема решения одинакова. Просто можете вынуть оттуда систему коловады и добавить, хотите лакс-макс, хотите просто проходите противопреставку и забитку. Но только запомните, что система очищения делается до тех пор, пока вы не решите проблему. Если вы с первой чистки не решили проблему, не надо кричать, что вам был плохой. Нет, просто грязи много. А это в почке вот нахрен, что почетят и вообще чего не забирать? Например, в песок? По почкам очень хороший вопрос. В почке это в первую очередь недопереваренные белки. Проблема почек это животный белок. Это молоко и мясо номер один проблема. Да, есть проблемы еще некачественной воды. Однозначно. Неорганика. То есть потребление неорганических веществ большое количество почки забивает почки. Почка это паренхима, она как губочка состоит из... Да? И это паренхима имеет свойство забиваться, если большое количество неорганических веществ, недопереваренные, мочевая кислота, то же самое, в крови. Все это, это же фильтр, да? Это все забивает почку, если вы большое количество... В первую очередь все застои, камни образования, запомните, камни жарочных пузырей, это процессы закисления. А чьи? Жареная, вареная еда, газированные напитки, вся термически обработанная пища закисляет организм. Газированные напитки закисляют организм колоссально. Сладкое сахар закисляет организм просто колоссально. Посмотрите, это 80% рациона, если не 90%. Когда кавказцы едят мясо, говорят, они живут долго и едят животные белки мяса. Ребята, когда они едят мясо, те кавказцы, которые живут долго, они съедают шашлычок и килограмм зелени или полтора. У нас килограмм мяса и петрушка сверху. Это декор. И он остается на тарелках. Правильно? когда доедается. За ненадобностью, потому что, правильно? В основном так, друзья. Иначе бы не было сокращения населения. Зелень должна быть в рацион. Обязательно. Кирилл, а цинк и селен как принимать? Цинк и селен. Пока сколько? Для мужчин можно 2 таблетки на ночь. Женщин, если проблемы с кожей, повреждения кожных покров, прыщики и так далее, то тоже добавляйте в рацион. 1-2 таблеточки на ночь. Селен тоже можно, 2 таблетки с едой. В течение дня хотя бы добавьте. Выключаем почки, чистая таблетки? Система, которую мы вам дали, включает также очищение почки и растворение камней. Трецитив, ассимилятор и коралловая вода размывают застой в почках, размывают постепенно точит камни и точит даже камни в русском пузыре. Только надо знать, если уже идет камнеобразование, то чистку просто вы не делаете саму калаваду. Вы делаете подготовку и вот так второе восстановление. Так а что тогда операцию делать, чтобы эти камни полустолы? Ну потому что другого метода нет. А почему цитрамон дают, когда голова болит? Ну потому что другим занимаются. То есть то что камни промывать это долго. То есть надо размывать это долгий процесс. Я не поняла, это как калаваду не зелая это получается? А почему? Если камни почкают. Это почему калаваду? Для того, чтобы не вызвать движение. Потому что в травах есть горечи. То есть есть травы, которые мочегонные и желчегонные. То есть они могут вызвать процесс движения. Хотя на боем быти проходили калаваду многие люди имеющие камни. Это как движение. Без проблем. Да, проток. Особенно если камни небольшие, что могут помещаются в проток, они могут просто двинуться. Поэтому применяется программа с ассимилятором лецитином. Надолго. То есть берутся эти продукты коралловая вода, лецитин, ассимилятор при камнях, желчном и в почках и пьются очень долго. Или церна. Смотрите, это наоборот почечный чай, там, вынтерписывающий на сутки для почек что-то не подойдет. Размывающий. Просто у разных травм разная активность. Они могут по-разному действовать. Понимаете, в чем дело? Мы должны максимально обезопасить человек. Мы должны максимально обезопасить. У нас, например, многие люди проходили, не знаю, имея право, но не имели прецедента. Какой прецедент может быть один на до 10 тысяч человек? Понимаете, да? Это когда уже там состояние острое. Но, как правило, мы не зря даем подготовку. Поэтому у нас, даже если люди часто не знают об этом, они проходят грамотную подготовку, они уже многие вопросы предупреждают. Снимают. Кора муравьиного дерева, она же снимает еще воспалительный процесс. Очень часто. Понимаете? Поэтому мы многие вопросы как бы этим упреждаем. Когда грамотно даем человеку систему. Это основа. У нас около 150 наименований различных бак. Вы можете, мои рекомендации, когда проходите систему, обязательно приобретите каталог. И после этого изучите внимательно. И выбирайте бак, добавку к рациону питания, которая вам хочется, которая вам подходит по цене и по качеству. Я назвал вам со знаком плюс-лиц проста, для того, чтобы оптимальеть. Но также вы можете варьировать то, что считаете нужно добавлять. Поверьте, будет только положительный эффект. И вы увидите, если начнете делать, как я сказал, поменяется систему, то вы увидите, насколько это выгоднее. Это действительно выгоднее. На сегодняшний день встреча закончена. Спасибо всем за внимание. Думаю, оказался вам полезен. Сейчас вопросы в конце. Секунду. Будут. А такой ревень, мы не пойдем. Будут сейчас вопросы. Я просто хочу вам в конце, мое выступление закончено, просто попросить ребят, которые имеют результаты, чтобы они сами от себя сказали, которые делали. Иди, мой солнечный, ты ко мне. Ну, иди сюда, расскажи, пожалуйста, нам, что было, как бы, Барри, и ты про святую можешь рассказать нам, великолепно. Чтобы это было от любых людей, а не от меня. Понимаете, исходило. Так, а можно выпить? Саша, дай. А, 940, 10. Сразу. Ребята, минус 907. Саша, разлей по стаканчикам, Подожди, покажи такой показатель, его никто не видел раньше. Честное слово, 907, да. Сколько? 800. Пали немного, ну так, ну понятно. Ребята, был показатель, минус 907. Такой активности воды, приподомной активности, просто не существует нигде. Вы даже не понимаете, что... Такого-то шоу... Вы даже не подниметесь, да? Да. Ну там, вот так. Скоро моем, аж 500. Да, это аж 500. Чтобы вы понимали, многие не понимают, что такое аж 500, когда мне говорят, у нас есть микрогидрин, я чувствую лучше. Ребята, микрогидрин никогда такого заряда не давал. Великолепный продукт. Но заряд минус 250, минус 280. Вы видели, что сейчас было в стакане? Честно. Минус 907. Вы понимаете, какая электронная активность? Ну тут и кораллайн, и аж 500. И кораллайн, и аж 500. В тандеме дали такой заряд. Вместе. Вы понимаете, что это за штука? Они, видимо, один активизируют другой. Надо казурово сказать, он будет приятно удивлен. Врачи не думают? Конечно. Время определенно нет. Расскажи, пожалуйста, злоевку. Представься, как зовут? Меня зовут Лена. Я пробовала продукцию кровавого хрупа на моих детях. То есть эксперименты лучше на кровавого хрупа, да? Да, на детях. У меня двое детей. Вот младший, он состоял на обшотек у всех врачей в логиклинике. Это нефролог, это невролог, это лор-врач, это, естественно, кардиолог, федиатр. Все, до учета, это все наши врачи. Со мной здороваются даже санитарки в полипедике. После того, как мы пропили, ну, как бы, начали курс, начали пользоваться продуктом, значит, от одной операции ланды и полипы нам, чуть мы пропили три месяца, да? Значит, вышел весь этот гной, и ребенок стал нормально разговаривать, он смог разговаривать, ему показаний к операции не было. Очерком стал слышать, потому как гланды нормализовались и полипы тоже, потому что давил уже на ушной перепон, по операции нужно было обязательно. Ребенок заикался. На десятые дни после приема лецептина заикание, логопед сказал, я не понимаю, как оно могло пройти и вообще, то есть, приходить не нужно, только как бы для профилактики к школе придется, вот так вот. Значит, почки у нас были аномалии развития морщеполовой системы, хронический пилонефрит, рефлюкс первой степени, то есть, мы объездили все, мы ездили в Киев, на три раза в год мы лежали здесь у нас в стационаре, значит, антибиотики, это, естественно, все-все-все-все мы пробовали, значит, пилонефрит мы убрали более-менее антибиотиками и множественным лечением, ужасно множественным, но остались рубцы, сказали, что у нас сосудца может быть годом 20-ти, возможно. Значит, мы начали пить в октябре месяце, в июне месяце мы сделали УЗИ, у нас рубцов нет, точка, их просто нет. Вот. Значит, старше, ну, это так основное, что у нас было, плюс к этому мы, каждая зима мы болели, у нас воспаление легких, это обязательно, два бронхита, это начиная вот осенне-зимний период, это сентябрь, по-марту, вот так вот, две-три, нойнеангин, это обязательно, это с самого рождения, то есть ребенок вот такой вот сладенький. Эту зиму мы прошли не чихая, до сих пор пикатки, то есть ребенок не заболел. Вот. Старшая дочь моя, ей 17 лет, у нее проблемы желудочно-кишечный тракт, то есть там до язвы дела не дошло, слава богу, мы вовремя схватились, гастрит, холецистит, панкреатит, это все у 17-летней девочки. Вот. Мы пропили коловаду, пропили вот это вот все. Значит, перед этим мы пролежали месяц в стационаре, боли, как были, с болями мы выписались, пролежали мы второй месяц в стационаре, боли не ушли, на третий день приема, то есть даже подготовки, у нас ушли боли. Но правда, когда мы начали пить коловаду, мы еще раздомили, что боли повторились. Обострились. Да, то есть недостаточно вышли паразиты. Обучилась у нас. На обострение, потому что на чистке было. Ну да, моя сестра родная, ей 32 года, у меня не было ни одной беременности. Она нам и посоветовала сюда обратиться. Сейчас, в конце месяца, мы ждем ребеночка. Дальше, они ждут. Это самое, это не облажное. Это же, что тут умерли. Они простили, да? Две. Две чистки. Это яркий пример, что две чистки. Да, вот они у нее... Там, по-моему, даже месячных не было, гормональные препараты, да? они на гормонах уже там... То есть, когда говорят... достаточно долго лечились у них. То есть, когда говорят, возможно ли, ребята, вот человек ушел с гормонов, и таких примеров очень много. Потому что гормон, это из пушки по воробьям. Вот он мой личный пример, мои сестра. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, ласточка. Спасибо большое. Друзья, ну, в конце, какие вопросы еще есть, давайте ответим. Я хотела спросить, а отчего, например, где там, желатан, где-то встал? Вопросы как раз по теме, которую я объяснял. Ребята, вздутие живота, это, как правило, процессы брожения и гниения кишечника, вызванные протогенной флорой. То есть, ваше питание, в основном, которое доминирует, мучная пища, сахар, понимаете, с сахаром, газообразование. Чего оно происходит? Белки и углеводы имеют разную среду усвоения. Но, чтобы вам было понятнее, углеводы любят щелочную среду, они усваиваются в щелочной среде, а белки в кислой. То есть, белкам для того, чтобы раствориться, расщепиться, перевариться, нужно в желудке находиться, то есть, мясо, мясо, не менее 2,5 часов. К примеру, углеводы, моих хлебов, всего минут 20. И там абсолютно разный набор ферментов. Когда вы съедаете это параллельно, мясо еще не переварилось, а хлеб уже бродить начал. И получается, что ни то, ни то не переварилось, открылся сфинкер и пустил на цепешную пешку. То есть, это вздутие, получилось вздутие пошло. В общем, если мясо вместе с молоком, это вообще ужас. Ребята, это финиш. Вся проблема от того, что мы едим винегет, мы смешиваем пищу, идет вздутие колоссальное. Рацион человека должен быть следующий, вы должны всегда питаться последовательно. Минимум. Вода, потом овощи, фрукты, то есть, желательно овощи, овощной рацион, салат, да? Потом каши, только потом, даже если вы просто последовательно это будете есть, у вас не будет вздути. Вот вы съели, допустим, какой-то салат, потом поели какую-то кашу, да? Злак. Через сколько времени надо кашать? Да даже если вы просто последовательно, медленно переживали, у вас не будет вздутие пищи со слоями, на самом деле. Это реально, оно не смешивается, в простреле желудка видно, что пища лежит слоями. Поэтому идет что? Если вы нормально едите, она по скорости к усвоению, так и проходит. Сначала растительная, вообще сначала жидкая пища, потом растительная, потом медленные углеводы, да? И потом белки. Вот так надо есть. Вот такой рацион должен быть. Если котенок, молоко же не ешь, молоко-молоко не вздутие. Что делать? Дело в том, что котята в молоко так же вредно, как и человек. Да, понятно. Да, котенок же не ешь, как он, как он, что пью, что не знаете? Дело в том, что любое животное точно так вынуждается и в живой пище. Домашние животные болеют в 10 раз чаще, чем животные в уличном. Они не едят того, что едят домашние животные. И домашние болеют то, что едят с нашего стола, ребят. В природе нет у животных диабета сахарного. Вы знаете об этом? В гипертонии, почек, камней в почках. А у нас же бывает. Животное, если вы поставите ему воду в вашу домашнюю, которую вы пьете, и будет альтернатива из лужи, она попьет из лужи, но не вашу, которую вы поставите. Замечали это? Кирилл, недостаток материнского молока? Недостаток материнского молока многими провоцируется причинами. Одна из причин стрессовое состояние матери напряженное. Если мать переживает очень в зажатом состоянии, стресс может вызвать перегат молока. Но это понятно, это закисление, тот же адреналин, закисление. Идет взвёртываемость. У Юлии, кстати, то же самое, по этому поводу можно поговорить. Но в частности, первая одна из причин нервное напряжение и классика по жанру, то, что мы сказали. Те же остальные, те же, тот же ряд причин. Но, как правило, сколько? Психологический фактор в кормлении колоссально важен. Мать должна быть нормальной, то есть отношения должны вроде все быть очень нормальными. Все должно быть в порядке, нужно быть расслаблено. Часто бывают такие причины. Она пошла к гадалке, ей что-то погадали, ей гадалка про ребенка рассказала, у нее стресс, спазм, молока нет. Все. Вот вам причина. Очень медвежья услуга. Я эти варианты очень часто встречал. Это та мама с архом диабетом. Да? На здоровье. Доброе утро. Там все понятно. Там только, почему первого довели, поэтому и второе. Там, вы знаете, там надо оставить и сказать, ребят, вы хотите, не проблема, занимайтесь. Когда у вас здесь... То есть наша основная задача, мы никого не должны переубеждать с вами. Мы должны нагло здороветь на глазах у больных. Вы знаете? Все. Запомните такую фразу. Самое лучшее, что мы можем сделать для больных и нищих, это не быть одним из них. Если вы этого добьетесь, вокруг вас начнут меняться люди. Не надо стараться поменять их, надо поменять себя. Наша первая задача. Я ответил на вопрос? С какого возраста можно противопаразитар? Юль, с какого возраста можно противопаразитар? С первого. С полугода, с полового года. ребенка уже давать. Даже раньше с четырех, если дети ползают с четырех уже месяцев, то давать можно уже с четырех. И дозировка? Капельки, начинать с пяти капель. Юрьичка, иди сюда, пожалуйста, на минутку, я просто хочу тебе этот важный момент уже отметить, потому что по детям мы говорили. Начинать нужно с пяти капель, ну, нужно две давать в первый день, потом три давать, потом пять капель. Мы уже в полгода давали по десять капель. Это Луценко Юлия Лазировна, наш серебряный директор, что вы имели в виду, и люди, которые руководят только самчеронегирскому складу. Кормящие маме. Кормящие маме можно лист ореха. Без чеснока, да, потому что некоторых чеснок может давать горчинку в молоке. Лист ореха, вот она родила, там прошло по неделе две. Это почему важно? Это человек практик. Человек, который проводил... И лист ореха можно давать, то есть утром, в обед и вечером два дня. Ну, тоже начинать можно одну в день, потом две в день, а потом по одному. Для меня это человек открытие, потому что спасибо Юле, благодаря ей. Вот она рассказала, я был друзья, что у лист черного эха, вот не надо давать беременным. Ребята, она всю беременность первая. Листы беременности с первого месяца каждый день одна капсула лист ореха всю беременность первая. Ну, опять же, витамин С, там витамин и йоги. Имеет великолепный результат нормализации работы кишечника, и видите, вот сколько... И во время беременности, он опять же, нормализует работу кишечника. Мало того, самое хорошее, что ребята имеют опыт, первый ребенок, Райдовид у нас замечательный, хороший больник, и вот второй, и человек делает, находясь на программе, ты сам расскажи. То есть все делает то, что мы говорим по программе приема, может вам рассказать ощущение. То есть в этом отношении какой месяц сейчас, Юль, беременность? 8, 7. 7 месяц. Вот видите, какая должна быть мама, когда она беременна. Но это вам правду говорили. Со вторым доктором? Да. Со вторым ребенком. Со вторым ребенком. То есть, как вы видите, набор веса только за счет воды ребенка. То есть оптимальный. Никаких отеков. Абсолютно здоровый человек. Нормальный. Рады беременным запрещают пить воду. То есть 600 миллилитров. Я пью 2 литра, 2,5 литра. Отека нет. На чем нас пытаются все время подводить? На отек. Ну, вода коралловая. Да. В основном коралловая вода. Юлечка, расскажи, пожалуйста, по поводу прививок. Вы делали прививки? Нужны прививки очень. Нет, мы отказались. Как ребенок себя чувствует? Ребенок замечательно себя чувствует. Он пьет со второго дня коралловую воду. То есть по чайной ложечке мы добавили ему. Потом в бутылку просто вложили туда пакетик. И со второго... Очень важный нюанс по поводу прививок. Могу вам просто подтвердить, чтобы вы понимали. Тот механизм прививок, который на сегодняшний день есть, особенно КДС, да, комплексный набор прививок, чтобы вы понимали. В природных условиях это невозможно. То есть так заразить человека, как мы делаем это искусственно, в природе никогда такого не бывает. Это просто уничтожение нации, уничтожение людей. Вы должны понимать. Это ряд прививок, которые просто это... Мы написали сразу пожизненные отказы прививок. То есть их нам не полгода не прошло. Самая лучшая... Лучшая прививка, это гомеостаточная? Да, потом еще. Ну что потом? Идите договаривайтесь с директорами, персоналами, с директорами. 200 гривен, и будет у вас справка, что... Сейчас... Или 70 гривен, зачем нужно делать у вас справка? Я не знаю, никак не может ущерб. Не, ну чтобы вас взяли в садик и не дергали. Ну это как-то можно решать. Здоровье все равно важнее. Ребята, какая бы ни была причина или возможность, ребят, нету повода, чтобы на генетическом уровне уничтожать ребенок. Это было значимое. Моя задача ребенку повысить иммунитет и держать. Мне проще его водить в баню, купать в проруби, правильно кормить, поить, чем я буду, знаете, давать ему приливку ради того, чтобы он в школу пошел. Или я найду школу такую, или я найду выход, где взять эту приливку, или директора. То есть ищите обходные маневры. У тех, особенно, кто что-то делал, они подскажут. Если начали приливки делать. Ничего страшного, перестаньте. Остановиться. Если вы начали, перестаньте. Вы же делаете то, что вы прошли, вы уже почистили ребенка от этого. Не нужно их продолжать делать. Ребенок только родится, его заражают туберкулезом. Совершенно верно. Вы должны понимать, что я делаю. Еще как-то, что он болел очень позже, и тесно связан с тем, что я делаю. Нам сказала акушерка, что, говорит, я вас знаю, я вам могу сказать, что не делайте приливку. А если я девушку не знаю, которая рожала, я приду, скажу, не делайте приливку, она пойдет и настучит. Вы все, понимаете? Поэтому у нас с вами такой свой. Здесь просто система и здесь план выполнить, сделать приливки все. Мало того, с нынешней приливки, друзья, это чистый водоэксперимент от населения. Вы должны это четко понимать. Основной ряд приливок это абсолютно не за тем, что делается на вас. Девочкам от 12 до 20 лет хотят делать приливки против рака шейки матки. Но это, по-моему, в России. Я не знаю, возможно, как-то... Нет, у нас в Николаеве висели плакаты рекламирующие обезопасить себя и будущее. Девушкам от 12 до 20. В состав этой приливки входит препарат, которым делали в Африке против... Бесплодия, стерилизацию населения. ...женщинам. И то же самое от 40 до 50 лет делать приливки женщинам для поднятия иммунитета. Нашу территорию подзачистить хотят. Поднимает иммунитет несколько всплесков, а потом резко гасит ее. И в России, который человек уже информацию открыл, его уже нет. Он сказал, что я пишу в последнюю переписку. То есть этого человека уже нет, его убрали. Точно так же, как и если вы знаете, есть лекарства от сахарного диабета. Целую группу людей убрали. Невыгодно. Просто людям... Совершенно верно. Поэтому война, когда вам говорят, БАДы не лечат, особенно, когда рассказывают это медицины или медики. Ну, простите меня, это как минимум неграмотно и некорректно. Вы когда-нибудь в этом разбирались? Вы делали анализ? Вы проводили исследования по поводу людей? У нас тысячи людей здоровых сейчас. Никто этим не интересовался? Почему? Мало того, вы это... Вы же понимаете. Разные задачи. Это же мама говорит, а эти таблетки давать не буду, я пошью ребенку био-чип. Вот вам разница. А этот био-чип контроль полностью на человека. Надо его погасить, они быстренько через свои системы погасили. Вот, почему мы и говорим, это и идет программа. Вы должны просто четко понимать, на что работают и что хотят с нами. В России уже чипы, кстати, там есть программа, которая собираются обладить. Чипирование детей. Мало того, девочки, они не зальнут на таблетку и дать таблетку. И плюс к тому, что программа создает. Замечательно. Друзья, а мы ответили, да? Да. Ребята, любые новообразования, любые, которые, какие бы ни были человека, решаются по одной схеме. То есть, вы начинает, вы чиститесь и решаете проблему, меняете чистить. 8 месяцев. Чиститесь только, пока не будет. Почему? Организм будет решать проблему, как клубок. Он всегда разматывает клубок с той стороны, где была последняя проблема. Понятно? Почему нужно чиститься регулярно? Он начнет разматывать те заболевания, которые были у нас последними недавно, они будут первыми уходить. Хроники будут последними. То есть, самые первые, которые у вас когда-то тогда были, они будут уходить последними. Это как клубок разматывается. Вот так работает организм. Мы это проверим. То есть, на себе у нас, слава богу, есть эта практика. Поэтому я замечал, что хроники, которые я уже, ой, забыл, когда, они обострялись через некоторые, через шесть лет, суставы, в частности, погражденный губ. Болел у меня страшно три месяца. Вот буквально год назад болел месяца три суставы. Я-то уже знал, что происходит. Я понимал, что идет вопрос восстановления. Сейчас, слава богу, могут сжиматься. Все, что надо делать, все, не болит уже нормально. Ну, это вот этот вопрос. Ну, что, по домам? Нет, спасибо, на свидание. Всего доброго. Ограничение по системе, спасибо, что вы задали этот вопрос, ограничение по системе присутствует только какое? Вопрос прохождения системы Калавада, у нее есть противопоказания, это какие? Беременность, понятно, что время беременности ядвенная болезнь желудка. В период острых хронических, обострений хронических заболеваний, они не делаются. Но, как вы уже поняли, я не зря рассказал о подготовке. Как правило, эта подготовка, она решает 95% вопросов, которые являются противопоказанием. Если вы правильно подходите, то она уже смягчает. Если касается ядвенной болезни желудка, двенадцатипесной кишки, эта программа подходит абсолютно тоже, только надо, за исключением, желательно убрать из первого этапа ассимилятор и вместо него дать корень салона. Он очень хорошо решает проблему язвы. Вот эта вода, которая минус 900, с язвой творит чудеса, ребята. Если ее купить, язва рубцуется и следа не остается. Благодаря такой воде. Я сам в шоке, я первый раз увидел такой зря. Я даже не предполагал, что он такой зря делает. И вы должны знать, что язва, это не вопрос, она решается. У нас, слава богу, город Николаев, это город моряков. Моряков, поверьте, эта проблема там number one. И сколько мы их уже подняли, причем, когда мы показываем стоимость язвы исцеления, даем королевую воду, там, H500, допустим, или микроэкдрин раньше, и корень солодки. Там где-то вдруг попал в больницу из язвы живутка. Банально просто. Я вам говорю, корень солодки, возьмите, вот пример. Можно аллоэ, монадо, корень солодки, вот самый простой корень солодки, H500 вода. У нас не пришло ассимилятор при язве. Не идет ассимилятор при язве. Ассимилятор при язве убирается, он же раздражается веществе. Поэтому ассимилятор при язве не дается. То есть пищеварительные формулы не нужны, там и так все. Галина. Кора муравьиного дерева опять подходит, шикарно. Серебро. Вот это в подготовке, серебро, кора муравьиного дерева, лист черного ореха, вода, они все работают на язву, то есть они убирают язву. Вот эта подготовка, я говорю, выкидьте оттуда просто ассимилятор, ставьте солодки. Все, язву, вы решите вопрос язвы. Кстати, за 21 день можно даже гастроскепию сделать до и после, чтобы уже не голословно мид. Только надо знать, что вода пьется как? Вода пьется маленькими порциями. Вот разводится, да, такая водичка, и каждые полчаса, там, по полстаканчика. То есть надо ее капельным путем, понимаете, делать эффект капельницы. Попиваем, попиваем, попиваем. Так же и камни, кстати. Какой еще вопрос? Скажите, пожалуйста, вот если у женщин было гормональное нарушение? Это наш вопрос. То есть, геологи садят на гормонии? Какие бы ни были гормональные нарушения, извините, что сразу предваряю, любые гормональные вопросы вот этой схемой корректируются. Любые гормональные нарушения. Мало того, это опыт 10 лет. Столько женщин, сколько мы сняли с гормона. Единственный момент, что там еще бы просто добавляем в некоторых случаях джест банк, крепкий. А с тобой прогестерон. Это растительное происхождение, растительное мясо. Все. Вы просто делаете, раз, уже увидите изменения, есть еще что-то, какой-то будет, сделайте два. За три раза, как правило, решается в любая. Это, почему? Слои снимайте. Как правило, если у вас небольшая проблема, уже сразу это решите. Если дольше, просто вот эти системы, все то, что я сказал, просто чистки надо периодически волнами, хоп, поделать, то есть снять, 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 во-первых, и тело начнет сразу в нормалитах приводить, переходить, понятно, очень быстро, очень быстро. Я говорю, вот если после первой чистки, уже все будет видно. то есть мотивация на вторую будет железной, потому что говорить будут со стороны. Что ты делаешь? О, ты так поменялся или поменялась? Что ты делала? Я просто проходил. Не один раз, я это знаю. Чистки делаю и гидатница. Поэтому она, это просто бомба. Особенно, если вы, и вообще чистки, вы чувствуете, что поели неправильно. Это система чем? Это под ключ. То есть вы же знаете, что вы нарушаете, когда вы неправильно идите. Вы можете мне рассказать, но вы-то знаете. наелись, закислились, почистите себя и все, молча взяли и почистили. Ясно? Не убивай только. Скажи геморрое. Или геморрое. Если геморрое, ребята, то же самое. Перед вот этой подготовкой, перед коловадой, она эти многие вопросы, она предвосхищает. Особенно, у нас есть такая замечательная штука, как жир страуса Эму и новый продукт Сильдергель. Великолепный продукт. У кого раны, долгие заживляют, это, конечно, проблема внутри, но он наружно очень хорошо работает. При геморрое, при этом, на основе серебра, смазывается Сильдергель, жир Эм, делается профилактика. А при геморроях обязательно давать продукт такой, как люцерна. Ребята, геморрой решается. И вы должны знать еще, что такое геморрой? Да? Это, конечно, прослабление мышц, которые удерживают кишечник. Брюшина. Поэтому, когда проблема геморроя возникает, нужно обязательно заниматься утеплением мышечного корсета, брюшного корсета. Чистить кишечник нужно обязательно. Но нужно, это всех касается. Мужчин особенно. Чего мужчин постепенно начинает расти живот? Как только прослабляется мышечный корсет, пресса, кишки начинают туда уходить вперед. У женщин та же песть, у них это гораздо быстрее, потому что у человека они вообще не занимаются. тогда. Запомните, так же и кишка. Если здесь ослаблено, если здесь мышцы, органы должны мышцам хорошо крепиться. Если вы не занимаетесь физически, если вы не двигаетесь, то они прослабляются и просто болтаются у вас в брюшине. Они должны быть зафиксированы прессом. Их нужно держать. Вы должны выдыхать, встягивать живот и хорошо помещать под него кулак. Тогда это нормально, после еды причем. Если можете, значит нормально. Если вы не можете, вы уже переели. Переели уже все. Если вы переели, значит вы съели больше, чем ваш организм способен будет вывести за, ну понимаете, за предификацию. То есть у вас уже часть останется. Вам для того, чтобы вывести эту порцию еды, нужно будет два, извините, три раза в туле сходить. А вы же не будете ждать, вы же в это время все равно будете есть. Вот и пробочка заткнулась, называется. И пошло. Понимаете? Поэтому, во-первых, я сказал еще раз, повторюсь, система сама вас смотивирует заниматься. Но вы должны просто эту цепь постарайтесь. Она сама уже решит многие вопросы. Но просто я вам говорю, ну миленький, физику никто не отменял. Делайте, кайф получите. Когда мышцы в тонусе, это такой кайф. Невероятно. У вас пружина, тело становится пружиной, понимаете, да? То есть оно готово к действию. А когда она ссосистка, она не готова. Оно готово поесть и спать у телевизора. Понимаете? Но это все от чего происходит. Начни только делать. Только начни. Ведь самая проблема главная какая? Начать. Или начать, как хотите, да? Ведь основная эта проблема. Из 100% людей, которые хотят получить результат, получают всего 15. В остальных кучу проблем. Почему, знаете? Потому что 15 что-то для этого начинают делать. Остальные хотят. Хотят. Напивали. Получится. Результат будет 100%. Делайте. Ирина, что вы можете сказать о новом вот этом продукте FlexiCore? О новом продукте FlexiCore не могу сказать ничего. Пока что я не применял на практике. Но я слышал очень позитивные отзывы, когда был в Москве. Я начала его применять. Да. Ну, не знаю пока. Я просто применяю его утром и вечером по одной. Так как там... Ну, пройдет время нам скажется. Потому что ребята... Вот я слышал в Москве причем от пожилых людей с женщиной подходили и говорили, что они применяли сустав Комфорт и FlexiCore. Но вот одна из женщин, ее мнение было, что вот FlexiCore лучше, ей больше подходит, чем сустав Комфорт. Поэтому, да, классно, что вы принимаете сустав Комфорт и это дополнение для хрящей. Но вы должны знать, что все, кто работают с суставами, обязательно работаете над вопросами растяжки. То есть, что нужно делать? Есть... Вот что называется йога, да? Она полезна. Понятно, не при артритах, когда все покруче. Ну, ясно. Естественно, да? А небольшие, но физические упражнения, которые связаны с декомпрессией. Почему? Когда суставы смещены, ничего, ни в коем случае не через силу, не ломается, не травмируется, понятно, да? Делается мягкие растяжки, вращение постепенное, движение, мягкая растяжка, еще позвоночник мягко нужно тянуть вверх. Для того, чтобы, когда у вас постепенно хрящи съедаются, проседает позвонок, из-за того, что мышечный корсет слабый, наши мышцы, которые не держат корсет, что получается? Мы излишнюю нагрузку даем на хрящи. Когда мышца не держит корсет, понимаете, да? То есть вся нагрузка идет на кости. Получается, ствол давит сильно, колоссальное давление идет на позвоночник и на другие суставы, сочленения. Поэтому, что нужно сделать? Если вы хотите их восстановить, укрепите мышцы вокруг, понимаете, да? Чтобы еще мышечный корсет держал сухожилие. Нужно, йога, чем хороша, она сухожилие укрепляет. И мышечный корсет укрепляет. И заметьте, они в 104-105 лет, да? Что они вытворяют? Как хочешь, крутится, гнутся. И не верьте никому, в любом возрасте. В любом возрасте можно начать заниматься и все восстановить. Есть такие упражнения, которые будут менять. Да, есть техники. А начинать надо только с самого простого. Ребята, столько банальные, простые вещи, самые банальные, самая простенькая. Ребята, простенькие упражнения выполняем, и каждый день дают тот результат, который неоднокленик. проверил. Я хочу ответить. Все. Спасибо за внимание. Наконец-то мы закончили. Вперед и с действием, ребята. По вопросам, которые касаются прохождения, приобретения, консультации к своим ребятам, которые вас пригласили. Редактор субтитров А.Семкин